Продолжение следует... 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 Слушайте, я вообще очень люблю роботов с детства, но мне отмучается, что все очень медленно развивается, я надеюсь, что когда нет робота, наконец-то войдут в нашу жизнь, поэтому если что, у кого есть робот, показывайте, показывайте его мне, я их люблю. Отлично, это была Виктория Вирта, и теперь я хотел бы поговорить о нашем общем круге, она тоже сейчас почти на уровне старта находится, и Update 360, правильно называется, твоя компания? Да, 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 это Даша, Даша Воронова, она тележурналист, и ведущая, 12 лет у нее там опыты, и вообще такой бэкграунд, она большая молодец, привет. Я большая молодец, привет. Слава, ну давай, задали вопросы. Даша, у тебя есть его? Тоже мечтаешь встретить моего кота? У тебя есть кот? Отлично. Даша, какие роботы ты считаешь будут перспективны в ближайшие 10 лет России? Ну, судя по моему вопросу, я должна ответить что-то типа вспомогайки, люди, какие-то решающие людские проблемы робота. Кого ты сегодня будешь голосовать? Я буду голосовать за, ну, пока название мне ни одно, не близкое, поэтому я буду голосовать за тех, кто лучше себя представит. Огонь. Спасибо большое, давайте перейдем еще немножко вот к этому ряду. Тут сидят два инвестора, у нас представляют два фонда, значит, один Фудурика, другой фонд Фудурика. Нет, не у меня там, Фудурика. А второе, Кануфлоу, это Эдуард Адамян и Кирилл Элизавет. Вот я у меня двоих хочу задать вопрос. А что вы тут делаете? Пришли деньги раздавать. Интересный проект искать. Такие стандартные вопросы, да, ответы такие, пришли деньги раздавать. Вы пришли потратить просто свое время, с элементальной силой ради чего? Ради того, чтобы денег раздать? Нет. Вас просто сегодня позвали наверняка на дачу, сегодня выходной. А вы такие, как бы не поехать на эту дачу и остаться здесь? Ну, Жден, я думал, что все где-то просто очень любили роботов. Я не знаю, как у девочек, но мальчики точно. И ребята просто пришли посмотреть и реализовать. Ну, девочек, у которых роботы-коты, понятно, но вот эти точно мечтали себе просто маленького трансформера и пришли сюда реализовать. Вообще, какой-то есть в ваших задачах, в ваших KPI, ну, и в роботов инвестируют? Есть такой фокус? Безусловно, мы очень активно смотрим на технику, потому что в отрасе направление перспективное, и так наизначе проекты всегда идти достаточно. Готов сегодня, будешь к организации? Вот так вот. Спасибо большое, Эдуард Адамян, и белый совет фонд Турика и Камабу. Кого мы еще хотим отметить? Слушай, все такие замечательные. Может быть, дадим больше времени проектам? А если у нас будут вопросы, ребята просто будут представляться и рассказывать кратко о том, кто они и что они делают здесь? Я бы еще один хотел, как можно? Конечно, да. Этого проекта хотел бы рассказать про краудинвестинговую платформу Symex. Привет! Денис Курильчик. Всем отличного дня. Он сегодня представляет, кстати, какого оператора, который сегодня снимает, кстати, к нам. Тоже робот. Да, у нас свой робот, да. Свой робот. Кстати, это не живой человек, это робот. Похоже. Настоящее новое изобретение. Потом, если вы думаете, что это связано с платформой, нет, это новый робот, который может улыбаться просто. Да, да, да. Ну, и еще хотел бы отметить одного человека, и все, и начинаем. Да? Виктор Стоунцев. Спасибо, что приехал. Привет. 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 30 лет с Куся, я снова робототехник, потому что, когда я закончил баунт в специальности робототехника, я долго искал эти роботы в Российской Федерации, но наконец-то нашел. Спасибо, Денис. Спасибо. И, кстати, у вас подрастает новый эксперт, я смотрю, да. Приехал, пришел не один. Итак, ребят, у нас сейчас начнется битва стартапов, и с вашей стороны я хотел бы попросить, чтобы вы голосовали. У вас есть под вашими сиденьями некие карточки красно-зеленые. Кстати, вот кто стоит на задних рядах, тоже можете эти карточки взять, но они у нас еще есть, здесь вот лежат, можете попросить. И тоже можете голосовать. И вообще, ребят, если кто-то там находится, кто-то хочет поучаствовать, тоже можете голосовать. Это отличный способ дать командам обратную связь. Давайте попробуем, Дэн, лучше что-нибудь. Поднимаем красный карточек. Красный, красный. А так, да? Нет, это зеленая тогда будет карточка. В общем, если вы согласны, выступающий. Нет, давайте еще на конец проверим. А теперь зеленую карточку. Зеленую. Так, не у всех получаются. Ну, почему-то ты красный. Все, все хорошо. Да, не у всех получаются. В общем, если вам проект нравится, это приз зрительских симпатий, то поднимаем зеленую карточку. Если не нравится, то красный карточек. Притом сразу, сразу. Если не нравится, то сразу красный. Победитель поедет в Майами и получит ауамбардию в аэропорту. Поэтому дайте возможность этому человеку реализовать свою мечту. Итак, клубнику собирать. Так, Слав, ну у нас все, жюри представлено, можно эти листочки убрать. И мы приступаем непосредственно к проекту. Значит, как договаривались? Сначала раунд, раунд я, и попробую прописать этот раунд. А женщина, что я делаю? Я? Да. Или хочешь, что я скажу, что это делаю? Покажи мне, я. На сцену на рейх называется проект. Мне надо сказать раунд один. Нет, нет, нет. Я тут просто читаю. Алексей Хвастанцев. Хвастанцев. Слез, фамилия, ударение, фамилия не очень меня получается. Есть проект аэроскутер, грузопассажирский дрон. Итак, в левом углу. Вы, да, да, проходите. В левом углу. Вы остановитесь, здравствуйте. Здравствуйте. И его оппонент называется Виталий Сарычок. Система видеонавигации со стартованием образов. С правой стороны ринга. Итак, музыку. И раунд номер один. Замечательный музык. И мы потом, если что, поменяем на видео. И передаем микрофон, значит, вам, да, Алексей. У вас есть... Дай секундочку. У вас есть три минуты, и потом я остановлю время в вопрос. Так, а... Презентацию. Да, 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 время. Так, добрый день. Меня зовут Алексей Хостанцев. Я работаю проект аэроскутер компании Nesky. Всем известно, что рынок беспилотников является наиболее посвятимым на данный момент. Он сильно развивается. Но, если, скажем, малые классы, беспилотники малого класса на данный момент развились более-менее, то рынок беспилотников среднего класса, то есть, имеющий более такую грузоподъемность, они, как таковы, еще не развиваются, то есть, слабо развиваются. Есть опытные образцы, но их еще мало. Соответственно, это тормозится двумя основными. Это очень много таких факторов, но двумя основными факторами – это и стоимость, и высокая аварийность. Решить данную проблему предлагается при помощи проекта аэроскутера. Данный проект, данный летательный аппарат построен на базе несущей конструкции класса гироплан, то есть, более известной нам как автажиры. Всем известно, что данная конструкция более дешевле по своей стоимости, чем, скажем, летолеты и самолеты. И в то же время она является самым безопасным летательным аппаратом на данный момент. Что подразумевается? Подразумевается то, что это единственный аппарат, несущий лопус, которого не зависят от привода двигателя. То есть, если двигатель отключается, то это для этого аппарата не является существенным. Аппарат производит посадку. Аэродинамическое качество автажиров гиропланов составляет 4. То есть, с высоты тысячи метров аппарат произведет посадку на расстоянии до 4 километров. То есть, спокойно произведет посадку. На данный момент разработана и облетана конструкция, это в пилотерном варианте. Приобретен макет, на котором отрабатывается система управления. В дальнейшем это все предполагается соединить. Всем известно, что развитие беспилотников идет двумя путями, которые неотъемлены друг от друга. Это несущая конструкция и, соответственно, система управления авианика. На данный момент, соответственно, разрабатывается алгоритм управления для САУ, то есть, системы управления. Несущая конструкция показала себя хорошее качество, то есть, оправдывая себя. Не буду долго останавливаться на рынке, но нам всем известно, что по оценке рабочей группы Аэронет, это при агенте стратегических инициатив, до 1935 года планируется прогнозировать, что рынок составит более 200 миллиардов долларов. По заявлениям Forecast International до 2018 года рынок беспилотников составит порядка 65 миллиардов. Ну, здесь я привел только то, что здесь с учетом российских действительностей, то есть, и в частности, именно перевозка грузов. Заметьте, что мой проект – это перевозка грузов, рассчитанная, то есть, ориентированная перевозка грузов. А учитывая, что человек тоже имеет некий вес, то, соответственно, в первую очередь и на перевозку пассажиров. Данный рынок, данное направление сейчас очень сильно развивается, и многие крупнейшие компании сейчас будут разработаны. В частности, Uber, например, также решила… Так, у нас время уже заканчивается, все. Владислав Судьин, Accelerator Starton. Вопрос такой, у вас конкуренция, и все-таки какой долг рынка планируете занять в ближайшие два года? Ну, стоит учитывать, что, например, компания «Ячанг» уже разработала прототип, а в моем случае еще разрабатывается. И, ну, они уступают по всем показателям, я не успел показать, соответственно, я планирую, что не менее 50% рынка я планирую, скажем так, отжать. Не только российского, мирового. Почему? Потому что, учитывая, что их, скажем, все известные разработчики свою конструкцию на квадрокоптерах разрабатывают, а учитывая, что если отключится двигатель, то данные аппараты просто прухнут. А мой аппарат, соответственно, по безопасности превосходит их по всем показателям. Кто занимается разработкой всей этой истории? Ну, да, я не успел уже показать. Соответственно, команда у нас довольно-таки сформированная. Я, конкретно, разрабатываюсь, я сам занимался сверхмалой авиацией. Есть авиационный инженер, соответственно, который 10 лет военной авиации проявил, то есть он и двигателем занимался, и с вертолетами. Есть 3D-проектировщик, который нам, соответственно, помогает разработать конструкцию. Она уже не первая, то есть есть 2.0 конструкция уже. Есть, соответственно, коммерческий руководитель, то есть человек, который создавал компанию с нуля, вывел ее на умный метабель, то есть довольно-таки успешный, в этом смысле знает, что делает. Соответственно, я не хочу ограничиться, потому что так как у нас есть партнеры, есть подрядчики, которые, соответственно, в своей сфере и являются одним из будущих. Добрый день, коллектив Денис, с вами ДДБ. Расскажите, как будет работать безопасная посадка? То есть я правильно понимаю, что если топливо закончилось, все равно там 4 километра он планирует? Ну это полетно, то есть кому, кто знаком с работой автожирных геропланов, то знаю, скажем, что у геропланов они работают в режиме авторотации, то есть есть толкающие, есть несущие геропланы, которые выполняют роль крыла и в то же время роль парашюта. Он не зависит от привода двигателя, он просто на подшипнике. То есть, соответственно, если двигатель отключается, то от набегающего потока, соответственно, гид несущий, он раскручивается, и аппарат просто производит посадку. Ну это сравнивать очень любо с свиновыми семенами. То есть когда семена падают, они раскручиваются, вот соответственно, каким образом происходит посадка. То есть данный аппарат, он остается вполне управляемым. То есть можно варьировать, соответственно. Отлично. Ну, первый нормально зашел, да? Мы сейчас, запомните этот проект, после выступления второго проекта будем голосовать. Итак, вы готовы? Как там с презентацией с вашей? Готовы? Итак, так-так-так-так, засекаем. Сейчас заключим презентацию. И поехали, три минуты. Здравствуйте. Я представляю проект компании Транзист Видео резидента Сколкова. Проект называется «Система видеонавигации». Это система, которая осуществляет навигацию наземных роботов с воздуха с использованием видеосигнала, снимаемого с этого робота, без использования GPS и с очень маленьким использованием инерционной системы. Значит, всем известно, что GPS – это не самая лучшая, хотя и самая популярная навигационная система. Сколько раз мы с вами ездили в машине, теряли сигнал GPS, не могли точно определить местоположение. Видеонавигация, она должна решать все эти проблемы, потому что масштаб ее использования как с летательного аппарата с нескольких километров, так и вот на этой сцене можно использовать, чтобы найти какую-то точку. Значит, этот проект разрабатывается сейчас компанией Транзист Видео. Вот. И применимость его очень высокая, в первую очередь, для силовых структур, потому что, если они будут ориентироваться только на GPS, то, наверное, из Каспийского моря до Сирии наши ракеты могут и не долететь. Вот. Во-вторых, наземные аппараты, которые работают там, где нет… Невозможно использовать GPS, какая-нибудь авария на ядерной электростанции и так далее. Надо сказать, что мы не единственные в мире, к счастью, кто этим занимается. Очень многие коммерческие компании, университетские исследовательские центры занимаются, но пока что ни у кого нет результата, который можно было бы предъявить. Значит, до того, как этим начала заниматься наша компания, этим занимался наш руководитель проекта, Купер Васан Валек Юрьевич. Он занимался в Израиле в технионе полученные реальные результаты. Вот здесь изображен летательный аппарат, на нем видеокамера. Он пролетел над Галилеей, снял GPS-координаты и видео, и на Земле это все было по видео, были найдены координаты и сравнены с этим GPS. Значит, ошибка между GPS, который он… между сигналом GPS, который он получал в полете, и тем, что на Земле было, вычислено составила 29 метров. Ну, летал он на высоте где-то около километра. Точность достаточно хорошая. И еще я не отметил самое главное. Значит, система видеонавигации определяет направление движения аппарата. GPS этого не способен вам не знать. Пока вы не начали ехать на машине, вы не знаете, едете вы вдоль полякции или вне спальни. Также наша компания по заказу китайской фирмы Avisi сделала аналогичную программу, провела ее исследование. Вот здесь отображено. Ожидаемый объем требуемых инвестиций – это около 15 миллионов рублей на ближайшие два года. Экономическая отдача измеряется сотнями миллионов долларов. Понятно, да? Сразу вопросы. Окей. Спасибо большое. Поаплодируем. Йоу-йоу-йоу-йоу. Подскажите, пожалуйста, а для того, чтобы навигацию осуществлять с помощью вашей системы, надо иметь первоначально фотокарты местности? Или как понимать что? Нет, в настоящее время эта система не реализована, но имеются три способа видеонавигации. Самый первый из них – это примерно такой же, как человек. Вот я, придя в это помещение, не имел его карты, тем не менее, прекрасно прошелся по своим стендам и все посмотрел. Точно так же может работать видеонавигация. Она может осуществлять навигацию беспилотного аппарата с использованием, с анализом видеосигнала, который она получает, без карты местности. Но надо понимать, что вообще само понятие навигации. Если мы задаем летательному аппарату какой-то полетный план, то, наверное, мы карту все-таки должны знать. Будьте добры, я с другой стороны. Будьте добры, ваш аппарат, пока аппарат не находится в воздухе, ваша система работает или нет? Система может быть вообще не связана с аппаратом. Например, точнее, на ваш вопрос я хочу ответить, что, например, у современных беспилотников в полете прекрасно работает навигация по ЖБС. Я имею в виду большие аппараты. Но когда он садится, необходимо участие оператора, который глазками смотрит, куда он летит и аккуратно сажает его на взлетно-посадочную полосу. Значит, система видеонавигации позволяет решить эту проблему. Не так. Ваша система требует наличия все время в воздухе аппарата в момент, когда ваша навигация работается. Какого-либо аппарата? Нет, потому что она может также использоваться не обязательно в воздухе, а и на земле. Может наземный робот быть оснащен системой видеонавигации. Но поскольку картинка свидательного аппарата существенно отличается от той, что можно увидеть внизу, ну, в силу изменений перспективы и прочего, они не требуются. Обязательно наличие видеонавигации. Я не думаю, что программа просто более сложная. Требуется большее время на ее разработку, если аппарат находится на земле. Вопрос, да, вот смотрите, что будет все-таки через два года? То есть, вот в каком виде этот продукт будет через два года? И почему два года? Два года в нашей цели это нереально много. За два года может появиться куча других проектов, которые вас просто перебьют. Понятно. Я хочу вам сказать, что этими проектами в мире занимаются уже гораздо более двух лет. Результат, тем не менее, до сих пор нормальный результат, используемый, не достигнут. Почему два года? Потому что мы посчитали примерно, что требуется сделать за это время. В настоящее время имеется программа, которая 10-минутный полет обсчитывает примерно в течение суток на обыкновенных компьютерах. Значит, для чего нужно время? Время нужно в обеду для оптимизации самих алгоритмов, для реализации дополнительных алгоритмов. И третье, самое главное, это аппаратное обеспечение. На что и требуется, собственно, деньги. Быстрый компьютер. Ну, наверное, это ФПГ использование. И специализированные механизмы. Как раз сняли с языка вопрос. Вы железо или вы софт? Я уже понял, что вы связка софт плюс железо, которое вам нужно для реалтайма. Что вам мешает для 2D, для автомобиля сначала разработать, исключить, ну, как бы, плоскость полетов и сделать сначала распознавание для наземного транспорта? Вы знаете, для наземного гораздо сложнее задача. Потому что самолет, по сути, видит карту под собой, а автомобиль, он видит постоянно меняющиеся, близкие к нему изображения. Поэтому эта задача решаема, но она более сложная. Поэтому начинать, конечно, надо летать на авто. Василий, вы сказали про B2G рынок, а про B2B есть ли желание выйти в реальный бизнес? И какая целевая аудитория вас интересует? В настоящее время, наверное, первые экземпляры этих систем будут достаточно дороги. Поэтому в первую очередь они будут использованы на аппаратах, используемых военными, ЧС, то есть что-то, стоящее больше нескольких тысяч долларов. Но самая главная стоимость здесь – это аппаратное обеспечивание. Поэтому, как мы знаем, космос американцы спустели, где на Луну запустили аппарат, а что такое на компьютере, который в консерденчен телефоне, который сейчас у каждого у нас в стране. Поэтому в первую возможность в серии разработке соответствующих бюджетных систем это стоимость может быть бюджетных адресов. Отлично. А где, кстати, второй участник? Куда он сбежал? Алексей? Кто, на который я говорю? Первый проект выступавший. Где? Вы выступали? Выходим-выходим. Сейчас самое интересное начинается. Ну и так, поменяйте-то местами. Давайте микрофон. Слав, я тебе переною микрофон. Сразу же на второй раунд. А пока что давайте проголосуем. Ребята, помните первый проект? И теперь голосуем красно-зеленую карточку, насколько ему понравился. Пока девочка фотографирует все карточки, а потом посчитаем. Поднимаем все, поднимаем все, все, у кого есть. Смирей, смей. Это первый проект, который первый выступал. Отлично, зафиксировали? Да, окей, молодцы. И проект номер два. Поднимаем все карточки. Пожалуйста, голосуйте. Это же судьба человека решается. Отлично. Ну, примерно где-то поровну, как я понял. Плюс-минус. Мы это почитаем, потом выдадим. Спасибо большое. Первый раунд закончен. И я приглашаю Славу на сцену. Ну, что думаете? Друзья мои, как вам фидбэк про наших участников? Что нужно добавить в следующем? Дэн, помоги мне. Давай, пообщаемся. Ну, времени, правда, не так много. У нас много времени с тобой. Иди вниз. Иди вниз. Давай, давай. Ребят, давайте подскажем следующим участникам, что же все случится. Мясо давайте, показывайте прототипы, дайте щупать, дайте смотреть. Не слайды по вакуингу, а продукт. Спасибо. Сейчас будет. Кто еще хочет подать? У меня все-таки про деньги, про доходы, монетизацию. Больше денег. Как заработать? Как заработать? Даша, скажи, что надо. Я с языка. Рынок и компетенция команды. И перспективы в ближайшие 2-3 года. Про команду согласна полностью. И как-то динамичнее хочется. Интереснее. Продукты классные, а представленные так себе. И я про свое, как всегда. Да, ты молодец. Отлично. Гарри, следующий участник. Более, может быть, сфокусировано на каком-то сегменте, чтобы они акцентировали, на что направлен продукт. Потому что два докладчика говорили про очень общую вещь. То есть очень широкая. Спасибо. Ну и давай дальше, пожалуйста. Итак, у нас второй раунд. В левом углу ринга нашего. От команды роботов выступает сегодня Евгений Санфронов с проектом E-Vogue. Давайте поаплодируем. Встречаем левого блога. Евгений. Второй раунд уже от команды роботов. У нас выступает Кирилл Санфронов. И устройство дополнено реальности. Приветствуем Кирилла. Сейчас мы пока решаем технические нюансы. Итак, там раунд. Итак, ты помнишь, да? У тебя три минуты. Что тебе нужно дополнить? Что сказали судьи? Ну, нужно больше. Нужно поживее рассказать про рынок. Поживее. Попробуй сейчас поживее вот это сказать. Поживее? Поживее. Поживее? Поживее. Еще живее. Да, вот так вот. Что еще раз надо сказать поживее? Все. Отлично. Давай, у тебя три минуты, поехали. Ладно, добрый день. Меня зовут Евгений Санфронов. Я студент Кусповского физико-технического института. И цель нашего проекта – это разработать действительно полезного домашнего робота. То, что сейчас есть на рынке – это игрушки, голосовые помощники или пылесосы. Большая функциональность неизбежно требует свода помещения внутри здания. Ну, есть несколько решений на рынке для этого. Но наше решение – чем оно хорошо? Ну, хорошо тем, что оно позволяет одновременно быстро двигаться и по полу, и подниматься по лестницам. Проблема, сама проблема навигации внутри здания, она была решена давно, достаточно широко. А, там еще презентацию даже не открыли. Время уже пошло. Какой ужас. Так. Для начала мы хотели показать сам механизм. В общем, это оригинальная разработка, безусловно. Колесо раскрывается, и вот эти лепестки, по аналогии с цветком, они позволяют имитировать шаг, когда робот поднимается по лестнице. Соответственно, колесо можно раскрывать только в тот момент, когда он подъехал к лестнице, а потом собирать. Это можно устраивать в любую модель колеса. Будь то умные колеса или колеса с негативными шинами. Что еще можно рассказать про технологию? Ну, соответственно, она очень дешевая. Она не требует никаких дополнительных моторов. Как раскрывать, так и собирать колесо, и подниматься по лестнице можно делать за счет основных моторов, которые и так занимаются тем, что двигают наши колеса. Хорошо. Дальше мы сделали прототип прототипа, я бы это так назвал, положа руку на сердце, и проверили, что такая конструкция действительно позволяет подниматься по лестницам. Это была наша цель ноль, так сказать, проверить. Просто сам факт. Дальше можно уже презентацию открыть. Пожалуйста. Сразу же прыгай на пятый слайд. Итак, сама цель домашнего робота, она очень тяжелая. Мы это осознаем. И мы решили, так сказать, сделать некоторый путь до этой конечной цели. Шаг первый – это, собственно, отработать эту технологию, сделать встраиваемые решения для других компаний, чтобы они смогли делать роботов, которые смогут работать внутри здания. Дальше мы бы хотели сделать своего робота-кульера. Как я уже говорил, проблема навигации решена. Осталось только встроить систему подъема по лестницам. И уже дальше, соответственно, набрав какого-то опыта в этих всех решениях, мы можем приступить к домашнему помощнику. Действительно, который уже сможет вам принести завтрак-постель. Сегодня уже есть прототип робокухи на стартере. Поэтому нужно уже связующее звено между всей умной техникой. Конкретно про рынок. Поскольку наш первый такой коммерческий шаг – это робот-курьер, то нужно ориентироваться на рынок офисной мебели и каких-то услуг для офисов. По нашим каким-то данным, которые нам известны, это порядка 10 миллиардов. Конечно, мы это все не заберем, потому что это мебель. Но какую-то долю мы этого заберем. Ну, достаточно большое время. Хорошо. Ну, здесь, в общем, показано жизненный путь. Все. Спасибо. Стоп! Поворачивайте, как кажется, направо-налево. Живенько. Поворачивать направо-налево очень просто. Как я уже говорил, это можно прикрутить существующим умниколесом. Это танк? Нет, 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 нет. Никаких гусениц. Все. Гусеницы – это уродливые. Мы от них отказываемся. Никита Юрьев. Важно, да. А ваше колесо спускаться, ну как говорите? Смотрите, беретесь кинопеленку и проматываете его в обратном направлении. И вот так оно и спускается, да. То есть, соответственно, он просто задом вниз едет. И совершенно успешно спускается. Нет, я вам честно говорю. У меня в команде я победитель Международной Олимпиады по термеху. И по физике, и по математике. Все это один человек. Вообще уникально. Виктор Солнцев, EWM Consulting Group и МГТ Умнибаум. Скажите, пожалуйста, как защитили разработку, эта конструкция? Есть ли патент? Я понимаю, я понимаю. Дело в том, что, опять-таки, я не буду вас обманывать. Это было придумано меньше месяца назад. Просто мы, ну как бы, увлеклись этим, решили рассказать. Соответственно, сразу же, ну, получить какой-то фидбэк. Понятно, мы сразу не рассчитываем на то, что вы там скажете. О, ну, хотя бы какой-то фидбэк. Да. Соответственно, дальше мы напишем статью по робототехнике и по тему. У меня вопрос. А почему вы не рассматривали бизнес-модель сделать инвалидные коляски, например? Это все в разделе встраиваемых решений. Делать все нам сразу, то есть делать инвалидные коляски, делать роботов-кулиров, еще каких-то роботов, которые это используют. Мы не хотим разрываться, и это получится некачественно. Мы можем сделать какое-то стремное решение, продавать его тем-то, делать роботов-коляски. Я уверен, что есть фирмы, которые посадят медицинскую технику, и у них уже свой рынок этих колясок, они уже его захватили. Мы просто можем им продать это. Евгений Владиславков, коллегатор Трофон. Скажи, пожалуйста, еще раз, кто у тебя в команде и какие компетенции? Да, это, конечно, да. Сейчас в команде только мы двое. Я говорю, что это все так недавно появилось. Соответственно, я и Михаил Куренков, который либо Ногелевка, либо роботов. Одно из двух. Соответственно, мы, конечно, нужно позвать еще людей на маркетинг, чтобы уже нас наставляли комплектно по инженерным делам. Но я думаю, что это все, в общем, это все несложно. Итак, давайте аплодируем нашему участнику. Женщину, да? И поставим время второму. Ты презентацию поставил? А что стоял? Всем привет, меня зовут Кирилл. Мы занимаемся разработкой проекта для устройства для любителей экстремального вида спорта. Конкретно для сноубординга. Оно сейчас разработано и для мобильного дрифта. Давайте начнем с того, какую проблему мы решаем. Основная проблема в данных видах спорта – это отсутствие объективной оценки. Я говорю именно о трюковом сноубординге. Когда мы не можем оценить, насколько хорошо я сделал тот или иной трюк, и сравнить его с каким другим человеком. Для чего нам, в принципе, нужна оценка? Во-первых, мы можем увидеть по оценке личный свой прогресс. То есть, стал ли я лучше сравнивать с вчерашним днем или нет. Я могу сравнивать себя с другими, со своими друзьями на одном склоне, или с профессиональными райтерами в другой точке мира. Также, так как мы говорим о спорте, тут очень важен соревновательный дух, спортивный азарт. Опять же, для этого нам требуется оценка, чтобы мы могли понять, кто из нас конкретно лучше катается. Ну и оценка является одним из критериев успеха в моем любимом деле. Если я прогрессирую, если я становлюсь лучше, я становлюсь лучше своих друзей, значит, я успешно в своем деле, и у меня появляется дополнительный энтузиазм, чтобы делать. И, соответственно, основной вопрос, конечно, который волнует райдеров, это надо знать, кто сейчас круче на склоне. И этот вопрос волнует 6 миллионов сноубордистов только на рынке США. Собственно, что мы хотим как решение предложить? Мы разработали устройство, которое крепится на сноуборд и определяет все изменения пользователя в пространстве, определяет каждый трюк, который он сделал, определяет, насколько чисто он сделал тот или иной трюк, и начисляет баллы за каждый трюк. То есть, по сути, переносим механику компьютерных игр в реальную жизнь. И, по сути, это устройство позволяет нам уже оценить и свой прогресс, сравнить себя с друзьями, отслеживать себя в каком-то глобальном рейтинге и, собственно, прогрессировать дальше. Что на данный момент мы уже сделали? Забота над проектом уже 2 года. На данный момент у нас уже есть готовый прототип. Мы проводили огромное количество тестирований с профессиональным райдером, как с овискомбордингом, как в рифте. И уже начали искать потенциальных дилеров на рынке России и СНГ. Немного о нашей команде. В нашей команде в основном задействованы 4 человека. Я и 4 инженера и коронависта. Помимо этого нам помогают очень сильно еще около 20 человек. Кто-то занимается профессиональным тем или иным видом спорта, кто-то является руководителем или владельцем бизнеса в сфере товаров или экстремальных видов спорта. Помимо этого огромное количество консультантов в сфере инженеров и так далее. Кто нам помогает. Ну, по сути, у нас очень крутая команда, очень крутой проект. И кому интересно, можете, в принципе, обращаться по контактам. Стоп. Все про команду сказал, да? Да, проект, кажется. На самом деле здорово. Сказал очень много, но я думаю, никто не понял, что вы сделали в первую очередь. Что вы сделали конкретно? Продукт какой у вас? Как вы выглядели? Я понял. Это устройство, которое крепится на сноубор, соединяет с смартфоном и в реал-тайме определяет брюки и также учителяет баллы за них. То есть это что-то работает с смартфоном как приложением, в связи с какой-то девайс. Да, это девайс на сноуборге и коннекция с сноуборгами. Босс радостный? Хорошо. А девайс есть с собой? К сожалению, нет. А что, забыл дома, да? У меня инженер заболел и стран хитрый заказ двое должны было быть. Добрый день, девочки, девочки. Я правильно понимаю, что это устройство, которое работает на ксеррометрах, да? Насколько точно вот эта траектория меряется и относительно чего? Вот в какой момент. Одним аксеррометром механически не получается, потому что точность данных очень падает и также накапливается ошибка. В данном устройстве задействована группа датчиков, которые там запрограммированы в одном модели. это акселерометр, гироскоп, магнитометр и GPS. Но акселерометр и трехпассер, это так и гироскоп. То есть я каждый, по сути, снимусь. Точность в плане определения пространства... Сантиметровую точность-то не даст. Как вы там оцениваете трюк? Ну, то есть по нашему четвертому процессу у нас будет 10 сантиметров погрешность, даже в дрифте. Кирилл, Владислав, акселератор стартом. Какой запас прочности устройства твоего? То есть оно слетает или насколько тестировали, не тестировали? Когда вы собираетесь входить на рынок? Сколько цена устройства будет? На данный момент устройство само собрано на конкретной среде для разработки Arduino. На рынок планируем выходить через 4 месяца, ну, собственно, после заказа производства в Китае. Само устройство тестировалось неоднократно, и со сноубордистами, и с профессиональными командами по дрифту. На Arduino, ну, мы сделали корпус на 3D-принтере, оно, в принципе, не убивается. То есть, хоть оно отлетало, там, в принципе, пижаме были проблемы. Оно отлетало, и поначалу были проблемы. А, цена. Цену мы планируем отбежать до 200 долларов. Будь добрый, Олег Аковов, акселератор, Кирилл. Подскажи, у вас идея здравая, нужны хорошие игровые механики. Кто в команде с опытом игровых механиков и игр? С опытом создания игр, к сожалению, никого нет в команде. Коллеги, поаплодируем. Кирилл, а почему тебе надо сказать, что устройство дополнено реальности? Название проекта полностью несоответствует. Так, а где у нас первый участник? Первый участник? Первый участник? Давай сюда. Ты же живенький у нас. Так, кто-то даже механики голосования. Помните, о чем первый проект кто-нибудь был, да? Еще не забыли? Давайте, итак, поднимаем красную-зеленую карточку. Наша дама сейчас будет фотографировать. Все, 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 все. Это очень важно, пожалуйста. А какой? Что надо? Локи, Локи. Уу, молодец. И теперь второй проект. Поднимаем, 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 поднимаем. Йоу, йоу, йоу. Ребята, спасибо большое. Расходимся, Дэн, двое очи. Йоу, 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 как все движет, куда ушел? Спускайся вниз и немножечко подознаем вопрос. Прежде чем подзадавать вопрос, я скажу. У нас в 1330 будет здесь дискуссионная панель. Будет ее вести Сергей Протков, айдил наш, и поговорят о робототехнике и инвестициях в робототехнику. Поэтому не уходите, можете остаться и поддискуссировать на эту тему. А сейчас давайте поговорим с вами все-таки, как вам второй раунд, как прошел проект. И есть кто-то, что хочет сказать? Ребята, йоу, йоу, как прошел второй раунд? Вы несите уже, черт возьми, сноуборд на сцену, покажите девайс прямо, вот тогда будет огонь, тогда будет снег, тогда будет кузамерка, заклад, прямо непонятно. Честно. Ребята, как тебе второй раунд? Ну, инженер заболел, ну что, лучше второй раунд? Слушайте, на самом деле, вот мальчик, который откалется, это очень прикольная тема, но почему-то он так прям отверглый, где какая разница для кого это, какая разница для кого это. То есть, если нет точного потребителя, ничего не будет вообще существовать, очень узкая должна быть направленность, очень понятна для кого. Я вот хочу у Лена спросить, а вы там активно обсуждаете именно второй раунд? Как вам второй раунд, Лена? Я пытаюсь понять, почему мы голосуем, пытаемся сравнить дронов и роботов, я просто опоздала, может быть, ты объяснял, и мы, собственно, с Дарьей пытались понять, какой из них лучше. Вы оцениваете, в принципе, проект, как профессионалы, как Винчурклаб, уж ты точно можешь оценить круто проект. Нет, я могу, так они все хорошие. Во-первых, во-вторых, три минуты мало. Мне, как Винчурклабу, мало, я отмечаю. А ты пригласишься на интервью, и у тебя будет больше. Всех приглашаю, спасибо. Нет, пока выглядит все здраво, с учетом трех минут. Спасибо. Я хочу всех пригласить. Всех ты хочешь? Подожди, куда вы пригласили? Скажи, у нас, вы просто представляли, ты опоздала. Да, Елена Привалова, Винчурклаб. Винчурклаб, площадка для себя инвестиций в стартапы. Мы ищем лучшие проекты для частных инвесторов, бизнес-ангелов, и инвестируем на предпоседы и пассивном раунде. Ты слишком официально, скажи, сколько денег уже раздали? Чуть-чуть больше 10 миллионов евро. Ну вот, дорогие мои робототехники, предприниматели, куда вам нужно прийти, в том числе. Последний комментарий, и давай до третий раунд. Ну, я на самом деле... Слав, передай мне, пожалуйста, папочку. Ну, что, ты так не можешь? Я хочу немножко позитива добавить. Ну, вот, парню из ГИОН, несмотря на то, что я ему красную карточку показал, ну, я считаю, молодец человек, сделал робототехнический проект за месяц. И, ну, в его молодом возрасте, молодец, я желаю ему успеха. А, ну, насчет второго выступающего, ну, круто, что хотя бы, ну, достаточно бизнесово выступил, ну, сфокусированный, что так держать, желаю успеха. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, продолжаем. Итак, на сцену вызываю Илья Булоев, подводный робот Одиссей. В левом гумринга, да. И правого гумринга, ратушняк Виктор, в мобильный комплекс Джоул. Встречаем, и я объявляю раунд номер три. Виктор, вы танцуете, молодец, позитивно. Итак, у вас есть презентация, включили ваши уже? Один моментик. Моментик, моментик. И? Три минуты, поехали. Ну что же, друзья, начнем с вами. Добрый день, коллеги, меня зовут Булоев Илья, и сегодня мы поговорим немножко о подводных роботах. Своё выступление я хотел бы вообще начать со слов Стива Джобса. Stay hungry, stay foolish. Я, конечно, не Стив Джобс, но, тем не менее, я тоже хочу изменить мир к лучшему. И сделать это в области подводной робототехники. Человечество уже научилось перемещаться из одной точки планеты в другую достаточно быстро. Исследовало большое количество суши и вышло в открытый космос. Но люди все до сих пор интересуются подводным миром. Необходимо исследовать подводную фору и флауну, проводить различные поиски энергетических ресурсов и строить подводные сооружения. Собственно говоря, что же делаем мы? А мы делаем подводного робота, который позволит это сделать всё быстрее, проще и, главное, безопаснее. К сожалению, мы не пионеры на этом рынке, и у нас есть конкуренты. На данном слайде я представил самых передовых из этих конкурентов. Однако и у них тоже есть ряд недостатков. Среди которых можно выделить, во-первых, высокую стоимость, высокую массу, малую рабочую зону для манипуляторов, самих подводных роботов. У них нет такой крутой системы видеонаблюдения, которая будет у нас. И, в общем, ещё масса других. Что же по нашему аппарату мы хотим сказать? А, ну да, целевая аудитория. Дорогие друзья, мы хотим, во-первых, сегментировать весь рынок. И основные сегменты – это нефтегазовые компании, которые работают на жельфах океана. Конечно же, это дайвинг-клубы и научно-исследовательские центры со спасательными службами. Теперь, что по поводу нашего решения. Во-первых, наш подводный аппарат имеет три главные особенности. Это адаптивная система управления стабилизацией. Его не будет качать и крей. У нас есть система видеонаблюдения с эффектом полного присутствия. Согласитесь, классно смотри своими глазами, как глазами робота. Есть система манипуляторов, которые смогут захватывать не маленький груз, а довольно-таки объемный. Далее. По плану реализации. Как вы видите на данном слайде, два пункта мы уже прошли. Третий находится в финальной стадии разработки. И сейчас мы плотно занимаемся разработкой системы управления, видеонаблюдения и манипулятивной системой. По текущему состоянию. К сожалению, мы не смогли его привести. Немножко тяжеловато для самолета, извините. Мы уже сделали каркас самого подводного робота с блоками плавучести, с двигателями, системой видеонаблюдения и освещения. Что мы хотим от вас, дорогие инвесторы? Нам необходимо 5 миллионов рублей. Из них один для доработки прототипа и для выпуска пробной партии. Время. Ой, 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 ой. Время. Молодец. Итак, вопросы сразу, куча вопросов. Давай с вами. Добрый день, Банников Василий и бизнес-магуатор Матуми Неваловна. Расскажите о своих эффектеенциях в команде и участвуете ли вы в MATEC? Да, извините, я немножечко не успел. Пожалуйста, слайд с командой. Во-первых, это два основателя, я и мой коллега, который сейчас помогает мне переключать слайды. Мы оба являются разработчиками как концепции, так системы управления. Коллега системой видеонаблюдения, я системой манипуляторов. Также у нас есть команда, вы можете ее по-разному читать, робот МСК, то есть робот Омска, робот МСК, если вы нас купите в Москву. Нас семь человек, шесть инженеров, один маркетолог. В общем, мы каждый специалист в своем деле и продвигаем этот проект как можем. Участвуете в MATEC? Мы участвуем в MATEC, это международное соревнование, хоть в другом себе. А, да-да-да, нас приглашают весной. А вы когда уезжаете в Томск обратно? В воскресенье, мы с вами можем встретиться, поговорить с нами, да? Да, мы хотим с вами поговорить. И робо-Элен может быть, или не надо что-нибудь такое, ладно? Мы подумаем, надо вашим приглашать. Робо-Элен, против вас. Илья, какая стоимость будет у вас? Смотрите, бокеры начались с этой стоимостью 1 миллион рублей. Это полностью, так скажем, full flash, то есть система видеонаблюдения с эффектом полного присутствия и система манипуляторов. Мы разделили на несколько сегментов. Ди сегмента с давян-клубами это всего 100-150 тысяч, то есть как платформа, то для видеосъемки. По нефтегазовым компаниям, там, конечно, это полтора-два миллиона конечная стоимость робота, при его себе стоимость в 1 миллион. Давайте тоже поговорим, есть потенциальные заказчики. И всем, кто будет выступать, вот смотрите, как надо презентоваться. Супер, спасибо. Тебя тоже позовем, как-нибудь робот, чего-нибудь там. Итак, у вас есть еще вопросы? Все? А, есть вопросы. Было сказано, что смотреть как своими глазами, то есть у вас еще VR дополняет вся эта история, а как бы вот откуда вы будете брать VR, да, как это будет? Я сейчас поясню. Во-первых, начнем с того, что первый прототип робота, он телеуправляемый, и для того, чтобы упростить непосредственно само управление роботом, оператором, оператор сидит в шлеме, поворачивая голову, происходит поворот на платформе камеры, он видит все, что видит, соответственно, под водой робот, и, соответственно, управляет. Вот он как раз и есть, эффект полного присутствия. Еще вопрос, да? Последний. Вопрос, маленький комментарий. Как всегда, у нас проекты, которые про видео, без видео. Да, это... Мы находимся на стадии разработки. Ну, как вы все так говорите, готовьтесь заранее. Окей, вызываем следующий проект, спасибо тебе большое, никуда не уходи далеко, микрофон передай своему коллеге. Вы скажите, что презентацию включили? Добрый день. Сейчас ждем презентацию вашу. Надеюсь, что включат презентацию, да. И три минуты возникает. Да, да, да. Ну, в общем, представляю проект, проект «Джолд» представляю. Коротко сразу скажу, что «Джолд» мы называем «Толчок в развитии импульсных технологий вообще в мире». Это импульсные технологии известны с 30-х годов. Все давно уже известно. Как обычно, я здесь стою на этой сцене второй раз. В Сколково мы резиденты с 15-го года. Два старта уже взяли, бортники. Резиденты Сколково с 15-го года, два бортника. Потом что у нас еще? Generation S, Startup Tour, Startup Village и везде. В общем, так, следующий слайд. Я сейчас в данный момент представляю один из проектов, которых у нас 14 штук на этой технологии. То есть мы разрабатываем технологию. Сюда я привез мобильный комплекс по разрушению железобетона. И импульсные технологии разрушения, дезинтеграции давно известны. В чем наша фишка? В том, что мы разрабатываем свой собственный генератор импульсных токов, который действительно реально работает. Когда люди занимаются этим 30 лет, когда больше 5 патентов. Когда мы все руководители бывших, я, в частности, руководитель бывший на железной дороге работал. У меня работают там из КБ геофизики люди по 30 лет. У нас серьезные КБ, станки, полигон. Мы там сейчас ставим свой вагон, мы очищаем вагоны другим проектом и так далее. Значит, следующий слайд. Да, по железу бетону очень даже неплохо можно денег заработать. Мы понимаем, что бизнес этот держит свалки, но мы им и будем его продавать. Следующий слайд. То есть сейчас можно заработать миллион рублей в месяц. Конкретно просто купив у нас за 10 миллионов наш комплекс. Миллион рублей в месяц можно зарабатывать. Вот сейчас его в землю закапывают, а можно из него арматуру дувать и продавать. Следующий слайд. Это все, если коротко говорить, погружается в ванну, приезжает ворывайка, погружает в ванну кусок бетона, подключает наш генератор, аккуратно достает щебень и арматуру без повреждения. Следующий слайд. Мобильный комплекс. Все просчитано, в принципе, уже. Следующий слайд. Если говорить о современных методах, которые сейчас используются, то у них еще большое отключение, металлические отключения остаются при механическом разрушении железы готовы. Нельзя потом для отсыпки щебень использовать, потому что в нем куски арматуры. У нас кусков арматуры в щебне не остается. Соответственно, этот щебень можно сертифицировать и использовать ваза для отсыпки дорог. Ну и так далее. То есть это отдельный разговор, поговорим. Значит, следующий слайд. У нас есть как для B2B, так и для партнеров. Можно выступать нашим покупателем, можно промышленным партнером. У нас уже два промышленных партнера есть. Значит, можно инвесторам. У нас инвестиционная программа. Следующий слайд. Из трех этапов можно участвовать в инвестиционной программе у нас. То есть можно как вырабатывать новое направление. Время. Дальше все, дальше вопросы. В принципе, все понятно в вашем проекте, я так думаю. Судя по... Да, давай следующим. Не, непонятно все-таки. Если все готово, все-таки что вам надо к инвестору? Надо сейчас 15 миллионов, через три года будет первый комплекс. А, то есть комплекса нет еще? Комплексы есть другие. Непонятно. Можно включить следующий слайд, потому что я покажу. Там дальше было, чтобы мы с 2003 года делали на этой технологии различные способы реализации этой технологии. Ну вот у меня тот же самый вопрос в продолжении. Если вы так давно работаете, то что вы здесь вообще делаете? Вы не за инвестором должны ходить, вы сами должны инвестировать в свои средства. У вас должно быть много денег. Ваших у вас нету, расскажите, в чем препятствие. Значит, я расскажу, в чем препятствие. Один сейчас, допустим, силовой тюрист стоит 200 тысяч, а мы простые люди. Для того, чтобы... Вы сказали, что с продажей с одной можете заработать миллион. Да, но мне никто 15 миллионов еще не дал на попробовать. Я правильно понимаю, что у вас продаж еще не было ни одной? Нет, конечно. Нет, подождите. Откуда вы взяли титул миллион тогда? Вот это вот просчитано. Это вы придумали. Нет, это бизнес-план составлен. А нет, вы его нарисовали, но нигде не тестировали. Мы не тестировали, потому что вы... А что надо сделать, чтобы продать хотя бы одну вот эту вашу штуку какому-нибудь вашему клиенту? Чтобы дойти до клиента, должен быть... Надо взратить, сходить. Вот если вы сделаете продажи хотя бы две, то мы там должны с вами разговаривать. Значит, если говорить о продажах подобного оборудования, то с 2003 года по другому проекту были продажи уже порядка пяти миллионов. По этому проекту мы еще не работали. Потому что каждый импульсный генератор... Почему импульсные генераторы до сих пор редко используются? Потому что люди думают, что это просто. Так это же все известно, все нормально. Начинают делать, вкладывают деньги. У них сгорает через неделю. Они говорят, ну так вот опять не получилось, как вот у того, того, того и у того. Ну так надо же сначала под задачу как следует рассчитать. А как следует рассчитать обычно никто не хочет. Но только следует привлечь инвестиций. Спасибо вам большое. И аплодируем выступающему. Вызываю на сцену того первого выступающего. Сон, из правого. С правой стороны. Дайте микрофон. Слава, передайте микрофон. Итак, теперь идет голосование. Ребята, и за первый проект поднимаем карточки. Все, 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 пожалуйста. Очень прошу. Сзади виды тоже. Фотографируем. Девочки специально фотографируют, которые специально умеют считать эти карточки. И за правую сторону. Правый проект. Отлично. Кто-то поднял желтую карточку. Не знаю, кто ее принесли. Спасибо большое. Спасибо вам за выступление. И что я хочу сказать. Слав. Да. Ты где там? Я где-то. Выходи на сцену. Да, я хочу приветствовать Димофея, который приехал к нам из Нумы. Потому что он опоздал. Как тебе мероприятие, в принципе, как тебе поректи? Ну, я увидел этот показал проекта. Мне понравился проект про с мастер-дома. Более любое в смарт-борте в свое время я сидел. Сейчас, думаю, спорить какие проекты будут дальше. Да, товарища Суэрска, что не хватает? Кир, я обещал, для кого закидывать. Кого закинешь? Пока я еще смотрю. Хочу всех посмотреть. Чего тебе не хватает, чтобы закинуть прямо сейчас? Мне не хватает больше собственности. Хотелось бы все-таки, чтобы люди уделяли больше внимания продажам. То есть, если они были. Хотелось бы больше действительно увидеть продукцию. То есть, то, чего сейчас я вижу. Что важнее тебе, продукт или продаж? Если они тебе сказали, у нас есть 10 контрактов на роботах, но робот еще не было. Или робот уже есть, но продаж нет, как в случае у вас последний. Ну, хоть так, хоть так. Обидно, когда ни того, ни другого нет. То есть, когда не готов ни продукты, нет никаких продаж. Какой бы реальный поинвестировал? Что им делать-то? Ну, не успевают они продавать и делать. Что же делать-то? Ну, хотя бы что-то, да? Хотя бы что-то. Кстати, я хотел спросить, знаете, вот это уже два представителя припом у себя. Вы взяли какой-нибудь проект из этих у себя? Ну, я бы подумал, но вообще-то пользу им принести можем многим. Потому что у них осознание в голове, кто и потребители пока слабое. Нанести и нанести. Нанести. Серьезный счет можно нанести, да. Кого мы сейчас просим? Не знаю. А, кстати, кто еще из инвесторов здесь есть? Поднимите руки. Давайте я подойду к Никону Инвесову. Тот сам Никон Инвесов, Никита Юльфов, а тоже приеду? Да. Красавчик. Как тебе? Как? Викрофон, да? Как тебе, второго-третьего? У меня очень комментарий ко всем выступающим. Четко доносите, кому ваша штука нужна в первую очередь. То есть, кто первые, кто early adopters, кто инноваторы, которые будут покупать ваш продукт? Первое. А теперь по-русски для них. Короче, кто те кики, которые будут первыми клиентами, которые готовы даже без... Которые готовы за картинку делать предоплату. Общались вы с такими людьми, видите ли вы, кто это? Если да, рассказывайте это в первую очередь. Спасибо. Отлично. Ну что, давайте следующий раунд. Да, начинай, брат. Итак, у нас в четвертом раунде со стороны роботов Михаил Номат с огромным роботом. Где у нас Михаил? Михаил в левый угол, пожалуйста. И со стороны команды Деона у нас Владимир Котикев с моторикой функциональными роботами. И вам 0-4. И я, Котикев. Я представляю проект Аграрный робот. А точнее, часть этого проекта это система позиционирования данного робота. Цель была такая, что в настоящее время есть у нас аграрные роботы определенные. Они в основном точно позиционируются за счет высокоточной GPS-навигации, которая очень небесплатная, которая дорого стоит. Значит, мы, пожалуйста, прокручивайте, проанализировали рынок продаж данных роботов. Они довольно прогнозируемо растут. Пожалуйста, дальше. Дальше. И создали цель себе создать систему позиционирования робота, такую, которая бы была максимально дешево реализована и в то же время простая. Цель потом у нас немножко идентифицировалась. Тут ссылки на ролики с нашим роботом, если кому интересно, можете потом посмотреть. Они на ютубе выложены. Пожалуйста, дальше. И вот мы придумали такую систему. Систему на основе маячков. Инфракрасные маячки, у каждой идентифицируются по-своему. Они расставляются на поле, и робот просто, у него есть система датчиков. И он эти маячки смотрит и, согласно им, позиционирует себя на поле с высокой точью. Пожалуйста, дальше. Вот один из прототипов. Там впереди был большой прототип, это малый прототип. Есть еще там ряд. Пожалуйста, дальше. Это алгоритмы, простые алгоритмы, которые мы используем. Дальше. Это просто презентация, какая современная. Пожалуйста, дальше. Это ребята, наши студенты, которые работают тут с прототипом. Это вот из фанеры маячки прототип. Большой. Потом наша цель немножко модифицировалась, и мы решили еще использовать системы машинного зрения. И сейчас мы используем уже, дополнили свой робот, системой машинного зрения, для того, чтобы он распознавал на полях не только вот эти маячки, но и какие-то препятствия определенные. Вот сейчас мы и работаем над этим. Дальше. Ну, кроме того, я лично работаю и над другими проектами. У нас вот есть проект ZZBOT.RU. Это системы роботов и конструкторов для детей и творческой молодежи. И еще мы участвуем в проекте GEOCODE. Это подземный робот. Это у нас в Кузбассе создается. Мы его тоже авторизируем, то есть наша рабочая группа. Ну, это как бы тоже для информации о том, чем мы занимаемся. Все, спасибо. Я вот так вот, я вот так вот буду идти. Какой-то творческий ад сейчас произошел. Три минуты, а что вы хотите? Много времени мы поняли для вас. Мы могли еще про другие проекты рассказать. Ничего не понятно из презентации совсем. То есть, прямо от слова совсем. Спрашивайте. Да, но должно быть понятно за три минуты хоть что-то. Чуть-чуть по-другому хотя бы оформить. Я раздавку. Все, мы поняли. Все, вопросов нет. У нас тут просто короткий диалог состоялся. Можно я тебя сдам? Диалог заключался в том, что еще в самом начале презентации представители инвесторов хотели бы с вами как-то пообщаться. К концу презентации все, закончилось это желание. Сделайте что-нибудь с презентацией срочно. Не с презентацией, а с радостью там надо что-то сделать, во-первых. Во-вторых, зачем вы рассказываете о том, что вы работаете в другой компании? Это сразу делит на одно все ваши шансы. Нет, компания одна. Компания одна. У нас несколько проектов просто. Надо было сконцентрироваться на конкретном проекте. Я согласен с Леной. Я заодно и рекламу просто наше проекте. Но отдельно готов пообщаться. Даже антиреклама, когда она вызывает даже отрицательные эмоции, она заинтересовывает. Что там сказали сейчас? Что там сейчас сказали последние вопросы? Про антирекламу. А после этого? Ну ладно, вам просто предложили пообщаться по проекту, но это уже не важно. Вы же за рекламой. У меня простой вопрос. А цель вашего присутствия сейчас на этой сцене какая? Цель заявиться, показать. В смысле, познакомиться лично с вами? Показаться на фотке, сняться на видео? С проектом, то есть цели денег получить нет. Инвесторы вам не нужны, продукт сделать не надо. Гавля фоточку, и вы показались. Я немножко экономически грамотный человек, и я знаю, что этот проект еще сырой для денег. А, ну то есть, все понятно. Зачем мы тогда заполняем про команды инвестиций? Просто хотел человек познакомиться. Конечно. Когда появится проект такой, который уже за денег, мы не будем общаться здесь, мы будем общаться с друзьями. Представься совершенно... Давайте к этому проекту вернемся. Скажите мне, пожалуйста, а вы, я с другой стороны, вы смотрели на своих потребителей вообще, есть у вас хоть какое-то предположение, кому это нужно? Да, да, дело в том, что эта инициатива не от нас исходила, не от нашей компании. Эта инициатива исходила как раз от агропроизводителей. К нам пришли люди, то есть это агропроизводители, с Алтая, там несколько, ну небольших, скажем так. Ну, придумали такой, давайте вот вместе попробуем это сделать. И мы заинтересовались, у нас такое понесло, так сказать. Можно я еще услышала? Спасибо. Собственно, Даша, ты меня сдала, сдала. Я почему хотела пообщаться? Я как только увидела эту картинку, я сразу поняла, в какое место ее вот эту вот технологию можно применить. И проблема-то она актуальная, продукт у вас хороший. Мы ни хрена не поняли, как вы собираетесь это делать. Вот если вы нам когда-нибудь где-нибудь объясните, или действительно это каким-то образом произойдет решение, вот эту проблему, которую вы решаете, это будет действительно очень хорошо. Просто мы получаем дружу над вами, а это неправильно. Ни хрена не поняли, но заинтересовались. Это моя цель и была на самом деле. Вот. Тогда вы, значит, свою цель достигли. Спасибо. Все, спасибо. Так, давайте, пока по второму участнику. Помнишь, с чего надо начинать, да? Конечно. Добрый день, меня зовут Вадим, я из команды Моторик, и мы делаем протезы рук. Протезы рук верхних конечностей. И помогаем людям с аббутацией верхних конечностей. Потому что до недавнего времени они могли приобрести лишь косметический протез, не имеющий какого-либо функционала, или зарубежной стоимостью от полумиллиона рублей. Заметьте, как это наша команда два года назад занялась разработкой тяговых протезов кисти и предплечья, Киби. Сейчас данные протезы можно получить бесплатно за счет государственной компенсации. На них получена сертификация. Преимуществами данного протеза является уникальная система насадок, которая расширяет возможности ребенка. Это может быть смарт-часы, пульт управления копчером и так далее. А также разработана нами система реабилитации, которая проходит в игровой методике, в механике. Протезы Киби, как правило, устанавливаются для детей до 16 лет. Для более взрослых мы сейчас занимаемся разработкой пионического протеза, более функционального. Базовая комплектация будет доступна до 6 различных жестов и хватов. А управление будет осуществляться за счет считывания электрических потенциалов с мышц. Нашим преимуществом является то, что мы конкурентны. То, что мы продаем не просто железяку или протез, мы делаем сервис для людей с ампутацией, то есть который включает и сервисное обслуживание в течение года, так и систему реабилитации. Продаж дьяковых протезов мы начали на начале этого года и уже имеем порядка 48 клиентов, соответственно, продаж. А бионику мы планируем вывести в начале следующего года. Наш клиент – это, как правило, частные клиенты с ампутациями, так и государственные учреждения, протезы артисептических предприятий и так далее. Мы уже коммерциализируемся на российском рынке, но также уже реализуем наши стратегии по выводу компаний на зарубежные европейские и азиатские рынки. Наша команда имеет большой опыт в разработке различных технических решений в бизнесе и маркетинге. Мы получили инвестиции от Рослана на стадии СИД, а сейчас мы ищем партнера для совместного создания торгово-сервисной компании для вывода продукта на зарубежные рынки, а также инвестиции на доработку бионики. Спасибо. Аплодируем. Поехали. У меня такой технический вопрос по поводу бионического протеза. Сколько он по времени будет работать? Потому что это одна из важных проблем, потому что они быстро сажаются. И второе, как эти жесты будут определяться? То есть человеку надо натренироваться, подумать о чем-то, это хват будет или другой жест? Вот вы говорили, шесть жестов есть. Будет работать до 14 часов где-то. Жесты как определяются? Когда у человека нет руки, но у него сохраняются зонтомные жесты, то он пытается сделать, и напрягаются определенные мышцы. Дальше исчитывают и, собственно, передают через микроконтроль и преобразуют движение. То есть сейчас в базовой комплектации есть два датчика, которые стоят на сжатии, когда ручится, так сказать, сжатая, либо не сжатая. А переключение происходит, когда в лаке. Сложно описать, но вот. И еще важный момент. Если маленькая пультя осталась, есть определенный класс людей, для которых это просто не будет работать. Можно описать, какое количество людей с ампутацией подходит? Если не подходит бионический протез, можно ставить наши активные тяговые протезы, которые подходят для всех. То есть они проектируются индивидуально, на промышленных 3D-примитрах изготавливаются и позволяют протезировать любую травму, но, естественно, пункт слова будет ограничен. Это первый продукт, про который я сказал. Вопрос такой. В чем принципиальная разница от отобок и бибионик, потому что они это уже умеют? И второй вопрос. Почему вы решили это методизировать через центры, которые будут отходить из центра? А то отобок в техническом плане реализация жестов практически не будет отличий. Будет отличие от системы обучения, но, как я сказал, мы делаем сервис. Мы не продаем просто протез, мы продаем услугу. То есть готовое обслуживание, система реабилитации, обучение, вот это устраивание отношений с клиентом. Чего отобок не делает? И какой еще вопрос? Потому что по стране уже много различных протезно-ортопедических предприятий, через которые люди получают протезы. И достаточно сложно нам самим построить такую сеть. Поэтому мы через них и пытаемся работать. Вы то есть к ним зайдете в Минздрав? Да. На меня очень похожий вопрос. Да, все-таки я хочу понять, какую у вас, ну то есть, какую долю там, рынок уже существует, конкуренты уже есть. Какую долю рынка вы собираетесь занять, и почему все-таки, ну то есть, смотри, я вижу расхождение. Хоть хотите идти на восток и на запад с этой историей, но через российские сервисы оказания вот этого вот раздачи этих протезов, какая-то какой-то несоответствие есть. Если вы выходите на зарубежные рынки, вы вступаете просто в зону чистой конкуренции. Очень прикольный проект, но вот стратегически это проблема. В России мы работаем через протезы отопически предпринимаем зарубежным, мы будем работать по-другому. Там, скорее всего, это через страховые компании и так далее. А почему вы им должны быть нужны? Ну в России, ладно, у нас как бы страна вось-вось коммуникации, я все понимаю, можно договориться, там все такое. А почему, говорю, вы на западе должны быть? Вы выходите на рынок, где реально есть разработки уже перспективнее, чем ваши. Я вчера на форуме сообщества уже видела руку, которая делает больше, чем, собственно, вот вы показываете. Так, говорю, почему вы считаете, что выходя на этот конкурентный рынок, вы все-таки займете свою долю? Какую? Про долю достаточно сложно говорить. Если говорить про конкурентные преимущества, то это система обучения протеза. Так как бионику нужно обучить человеку, все-таки пользоваться. Это как раз к этому вопросу. И также сервисное обслуживание. Ну, как сказать, что мы продаем в сервисе. Сейчас клиенты с нами остаются надолго. То есть они приходят, если это ребенок, мы в первую очередь устанавливаем тягу протеза. Он до 16 лет каждый год приходит с нами взять протезы, потому что их нужно обновлять по мере роста. Когда он уже доставит обианического протеза, мы его устанавливаем, и он с нами опять остается, потому что мы устраиваем вот эти долгосрочные отношения. Постоянно выезжаем по крепости и пытаются это решить. Мы видим, вот слайд, который очень часто выглядит именно типа сейчас мы покажем, какие мы крутые для инвесторов. Типа у нас огромный рынок, мы его претендуем. Это изразительно, когда люди делают мобильное приложение, показывают, что их объем рынка это все пользуются мобильным приложением. Но это не так. И то же самое вы. Говорите, мы выходим на западный рынок и на восток. Я говорю, почему вы туда выходите, если ваша модель, сейчас чисто российская, чисто на наших вот, мой Бог, возьмите на мою карту. Вы не находите как нет. Так вы говорите, вы просто нашли сейчас вопрос влезли в инфраструктуру, но хотите, но говорите, что вы перспективны для иностранного рынка. Вот вопрос, почему? Хорошо, давайте по-другому попробую ответить. На зарубежном бенте-бенте перспективны, потому что мы разработали тяговый протез, который отличается от опен-сорсных решений, которые существуют на зарубежных рынках, они не сертифицированы, они разрабатываются там, ну, условно, самодельным способом, кто-то пришел, кто-то на их витере распечатал, что совершенно не соответствует по качеству и не способны охватить на большой рынок людей с опен-сорсных решений. Мы разработали такое движение, которое можно вывести на зарубежный рынок, синтетифицировать и проловать там. Это протягивый протез. Я не могу понять, как ты это говоришь. На западе этого нет. Я хотел бы, может быть, я хотел бы в развитии. Печатать, но это, опять же, мы тоже печатаем андитепринтер, и у нас тоже дешево. Но у нас это все сертифицировано и доработано. Если понимать, вот вы придете, вы не сможете вы их себе распечатать, вы им не сможете пользоваться, потому что там, которая оп-бэдсорсное решение, если говорить. Это FDM-печать, это нужно гильзу адаптировать, это просто самому это нереально разобраться. Таких центров на зарубежном рынке нет, которые работают именно с... В MIT Magnus существовал с 2008 года. Да, вот, вот. В 2008 года Magnus существует. Ну, давайте, да. Мы с... Ну, это в Америке, да, согласен. Мы общаемся... Коллеги, ладно, так. Давайте закончим дискуссию в бакуарах уже. И последний вопрос у наших коллеги. Вы хотя бы представляете в такой жесткой конкурентной ситуации как будут лицензироваться и защищаться вашей разработкой зарубежном, потому что сертификацию элементарно не пройдете. Если ваша действительно разработка конкурентспособна, очень жесткая сертификация российской, как бы, накалинкой сделана с продукцией, даже если она сертификация в России и защищена потом на Россию. Что вы думаете по этому вопросу? Вопрос, как мы будем сертифицировать за рубежом? Мы сейчас вопрос-то так и изучаем, но на потенце уже нововяжные будут осуществления для вас. Ребята, аплодируем нашему второму участнику. Первый участник на сцену. Интересно, сейчас эксперимент, да? Так. Поднимаем, 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 поднимаем тоже. Давайте, давайте, участвуем, участвуем. А, замечательно. Спасибо, ребята. Я хочу спросить у Максима Штуркова из Genesis Technology Capital, как вам вообще проект? Замечательный, ребят. Побольше про рынков, побольше. Вот так, интерес есть какой-то венесомственности? Да, большой интерес. Отличный ответ. Вот и поговорили, да. Да, Инна, расскажи, пожалуйста, как тебе проекты? Да, ты не ожидала, да? Замечательные проекты. Вообще в восторге сижу, так интересно. И, кстати, и оба социально значимые проекты. Да, здорово, что такие проекты вообще делаются и удачи. Молодец. Так, ну вот еще есть комментарии. Ну, мне, наверное, больше к организаторам комментарий будет. Ну, судя по тому, сколько мы проектов видели, есть такое ощущение, что предварительных прогонов презентации особо не было. И, может быть, на следующий год следует чуть-чуть более плотнее поработать с командой. Специально так сделали, чтобы естественный отбор был. Специально не работали с ними. Хотите поработать, зовите к себе. Вот так вот. Слушай, ты что сам думаешь-то? Слушай, я поняла еще важный момент. Я, кстати, когда рассказываю как раз стартапам, как импичиться, обучаю их. Не надо самообманывать сам. Ну, то есть, как бы попытка обмануть инвестор для того, кто слушает, что мы крутые. Самое главное, это можно. А вот самообмануться нельзя. Ну, то есть, какой смысл считать? Не обманывался, да? Если они в таком самообмане будут находиться, то они умрут на этом самообмане. Хотя проект реально крутой. Ну и давайте к тебе еще, да? Я приглашусь с Викторией. Бороться надо всегда. Рынок всегда есть. Можно отбоевывать. И надо просто правильно просчитать стратегию выхода на рынок. Ну, как там это? От каждого китайца по доллару я стану миллионером, нет? Ну что, Дэн, давай следующий. Пятый раунд. Расскажи. Я вызываю на ринг Шидуловского Станислава. В левую углу ринга роботизированная платформа повышенной производительности. Дистанционно управляемая система. Йоу-йоу-йоу-йоу. Апланируем. И правую углу ринга приглашаю Андрея Виселова. Скорее дизайнер. Давайте, опять, презентантную. Проверьте вашу. Включайте, да. И микрофон сейчас. Микрофон, да? Секундочку, да. Откуда секундочку, я включил время. Секундочку, 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 секундочку. И три минуты, поехали. А, ещё не поехали. Здорово еще? Здравствуйте. Меня зовут Шедловский Станислав. Я представляю Томский государственный университет и проект «Дистанционно управляемая система». Среди разработчиков мы её обвестили как ДУСЯ. На какие, собственно, сервисы направлены? Это георазведывательные работы, спасательные работы, контроль за трубопроводным транспортом, нефть, газ, вода и так далее. Поиск спасения пострадавших, как на открытой местности. Фрадиационная разведка, разведка минных полей. То есть, собственно, потребители – это министерства и ведомства определённые и промышленные предприятия. Таким образом выглядит, собственно, наша разработка, её тактико-технические характеристики. То есть, это, можно сказать, мультикоптерная машина, заключённая в определённую сетку. Давление на площадь земли составляет менее 20 грамм на сантиметр квадратный. Комплектуется она следующими приборами. То есть, позволяет снимать телеметрию удалённо и навешивать на оборудование, на специализированное оборудование и датчики. Собственный набор. По сравнению с имеющимися аналогами, которые решают подобные задачи, стоят в разы дешевле. Следующий слайд. То есть, здесь спасибо за внимание. Я, наверное, на этом остановлюсь. И когда буду отвечать на вопросы, можно будет посмотреть видео, как, собственно, она работает. Всё, да? Видео! При этом, ещё, собственно, она сама, в железе, как говорится, мясом, представлена у нас здесь на экспозиции. Можно потрогать руками. И, наверное, Дмитрия попрошу, чтобы он сюда её принёс. Ну, если надо, можем запустить. Давайте пока видео посмотрим, да? Подниматься по стенам, препятствия всевозможные преодолевать. И можно на него навешивать специальные датчики всевозможные. Например, радиационный фон мерить. То есть, в данном случае, это, собственно, предприятие просто отрабатывает. Снимали радиационный фон. Семь часов работы. Отлично. Ну, время закончилось. Мы посмотрим видео. Видео сколько будет? Час-полтора? Нет. Это сериал? Нет. Скоро кончится. Как назвали его? Антоха по пробкам. Дуся. Дуся? Отлично. Ну, давай, пока идёт видео, всё-таки начнём вопрос задавать, да? У меня такой вопрос. Я не понял, зачем колёса вообще? Классифицируется как транспортное средство, не беспилотный летательный аппарат, не нужны у него разрешения на полёты. Раз. Затем... Всё понятно, да. Нет. Затем тратится меньше энергии на передвижение. То есть, по сравнению с двадцатими минутами, которые может слицать беспилотник, этот работает семь часов. Нет, ну всё сурово, на самом деле, если вы когда-нибудь пытались руку вот в такую машину засунуть, то всё понимаете. В общем, здесь в том числе защита от дурака, потому что Дуся умная, а человек может руку вполне себе... Может снабжаться специальной обшивкой, которая позволяла передвигаться по воде. Можно сделать сетку, которая сделает себя при атлетах и так далее. Ещё есть запросы? Давайте поздаваем, поздаём. Так вот, в сравнении с конкурентами, кто вообще конкурент, и сколько что стоит ваше устройство? Скажите, в разе дешевле? Под конкурентами понимает робототехнические системы, которые могут выполнять те или иные задачи, решат сервисы. Это может быть гусеничная машина, да? Стоит несколько миллионов. Здесь мы в зависимости от комплектации можем уложиться... То есть где-то самая окупаемая, а не самоокупаемая, себестоимость около 500 тысяч. Плюс к нему ещё идёт система управления. Она тоже у нас здесь представлена, можно посмотреть телеметрию. Но в зависимости от решаемых задач и надешиваемых датчиков, конечно, стоить может быть. Вы сказали о том, что им можно воспользоваться для спасения человека. Я правильно понимаю, что он может вытащить человека из воды? Или как это осуществляется? Нет, он может доставить специализированные спасательные средства к нему. Подъём у него где-то 10 килограмм, он может понять. А расскажите уже про готовую применимость и продаёте ли вы? Продаж пока нет, защита в режиме ноу-хау. Создаём сейчас малоинновационное предприятие в рамках университета. То есть коллектив у нас несколько лабораторий и международных лабораторий систем технического зрения. Ищем сейчас именно покупателей, выход на рынок. Ищите пилоты с кем-нибудь там? С кем переговоры начали? Переговоры МЧС, Росатом. Сейчас. Бегу-бегу-бегу. Скажите, пожалуйста, у вас был заказ, вы планируете работать. А по чему требования вы там по этому проходите? Настолько долго вообще согласование теперь затратите? Согласование? Ну вот вы говорите, с МЧС вы общались, вообще они готовы работать. И, ну там, перспектива, когда они смогут заключить первый контракт на ваши услуги. Здесь у нас именно в команде есть менеджеры, которые вот именно этим отвечают. Сейчас мы смогли найти, пожалуйста. Я к разработчикам. У меня прямо есть юзкейс. Я каждое утро бегаю вокруг парка. И у нас есть путь, на котором сидят подснебники. Это люди, которые, в общем, ловят из-под снега рыбу. Вот в 9 утра объезжают это все дело, значит, МЧСники и снимают их со льда, потому что они там в какой-то момент уже сидят на опасном тонком льду. И мне кажется, что эта конструкция может их распугивать ничуть не хуже. И сейчас музыка зимой дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Тимофей, как тебе этот проект, кстати, говорил? Вообще-то, опять же, что мы традиционно дружим. Основной вопрос в применимости. Я понимаю, достаточно того, что он едет, он больше экономит. Вопрос в применимости. Нужно, естественно, прорабатывать, посмотреть, для кого он конкретно, для чего он может быть полезен, и какая экономия будет при его спонсорене для клиента. Итак, проект интересный. Забирай в новую. Будет у вас там удобно бегать. Окей, спасибо вам большое. А можно спросить забрать этого... Дрона? Дусю забрать со сцены, да, спасибо. И второй проект. Где второй проект? С презентацией разберитесь, включите ее и... Да, кстати, мы тут забыли объявить, что это пятый раунд. Мы потом наложим видео отдельно, и будет как будто пятый раунд. Для компаний, у которых есть свои колл-центры, и для аутсорсинговых колл-центров, и вообще для колл-центров, мы это делаем лучше, чем знайдурим, быстрее и проще. Потому что наши роботы учатся на разговорах настоящих людей и операторов. Они изначально привлекаются дорогие консультанты. Наша бизнес-модель премиум. В настоящий момент мы делаем тестовые продажи, и свои деньги закончились. Нужно 50 тысяч долларов для того, чтобы ускориться на два года. Денег на разработку не хватает. Эта сумма нас экономит два года. Стратегия выхода в следующий раунд. В России в 2012 году в колл-центрах работало порядка 88 тысяч человек, и на мой взгляд половина из них делают обезьянею работу. Их можно было бы спокойно заменить роботами. Я здесь за этим. Кроме того, есть миллион четыреста тысяч субъектов малого бизнеса. И если мы предложим решение, которое будет с нулевым входом, когда роботы будут сами... Система искусственного телека сама будет обучаться на разговоры живых людей, потом заменит операторов, мы еще зайдем на этот рынок тоже. Потенциальный рынок оценивается в... Мне бы хотелось занять от одного до пяти процентов рынка мирового сегодня систем. А это 34 миллиарда в год. И перерастает 15% в следующий стандартный рынок. Главная выгода потребителя следующая, что очень сложно содержать большое количество операторов, их обучать единым стандартам и выдерживать пиковые нагрузки. Экономия на фоте может быть колоссальная, и уже есть подобное внедрение. Они очень много людей сокращают и направляют людей на более толковую работу. Решение очень простое. Сначала люди... Сначала система слушает, как разговаривают живые люди по скриптамту, составляет базу данных, после этого может угадывать ответы. И мы не собираемся писать свою систему синтеза и распознавание речи, и проще акцензировать на любом языке. Главное, когда мы с этим искусственным интеллектом. И вот здесь, на этом слайде, если бы время позволяло, я бы и техническая возможность. Здесь разговор планировался робота с человеком, который заказывает воду. Кого он заинтересует, я оставлю визитку и пришлю вам. Этот разговор реально уже работает. Текущие показатели у нас 4000 аккаунтов, из них 200 на зарубежном, на английском языке. Мы прирастаем порядка 300 новых регистраций в году. Уже есть тестовые продажи. 1% conversion rate на российском рынке, 2% на зарубежном. ARPU от 2 до 5 тысяч рублей. Если мы разработаем решение уже с следующего уровня, с голосовой аналитикой, то это увеличит ARPU в 10 раз. ARPU, PPU, отлично. Итак, давайте к вопросу перейдем. Поаплодируем сначала выступающим. И к вопросам. У вас все круто опять же, а зачем вам, кто вам нужен? Инвестор? Денег хочу. А зачем, если у вас все круто? Деньги кончились на разработку, а нужно дальше продавать. У нас сейчас прототип только. Хорошо, опять же, зачем вам инвестор, если у вас бизнес-модель работающая, вы получаете на вас, кредитуетесь? Слабо? Да нет, не слабо. Сейчас, секундочку. Лена? Мне дадут кредит, они маленькие компании молодая. А сколько вы в месяц выручили делаете? Порядка 20 тысяч рублей. А сколько из этих денег ваша прибыль, если бы это была прибыль? Ну, как вообще? Мы сейчас в минусе. Ну, хорошо. Ну, 20 тысяч только на зарплату техстафа хватает, но программистов уже нет. А когда, при какой сумме вы должны выйти на окупаемость в месяц? Сотню в месяц. Сотню в месяц, а вы будете окупаться? Ну, мы в ноль выйдем, да. То есть у вас вся компания burn rate 100 тысяч рублей в месяц? Мы работаем, скажем так, у нас три учредителя и два из них работают бесплатно. Не, ну это хрень полная. А по-настоящему какой у вас burn rate? По-настоящему что? Burn rate какой у вас в месяц, по-настоящему? Еще раз. Сколько в месяц вам надо денег вашей компании, чтобы вы их чувствовали комфортно? От 200 до полмиллиона. Значит, что комфортно. 1000 рублей. Все, ладно, спасибо. Burn rate это когда закапывать и деньги? Ну, я не настоящий стартап. Что видно по вашим контактам? Может быть, да. К кому это? Кто должен по-добавочному к вам сейчас обратиться? Серьезно. Есть косяк, согласен. Это круто, да. У нас замечательно. У меня по технической части вопрос. Ну, идея понятна, а вот ее реализация, да, то есть чтобы сделать, чтобы вот он там учился по скриптам и подбирал вопросы, это очень непростая задача. Вот. Вы какую реализацию делаете? Вы делаете теплеоник? Либо вы просто эти деревья пишете? Вот. У нас сейчас есть конструктор скриптов, когда можно быстро запроектировать любой скрипт и его запустить в работу с живыми людьми. При этом мы с ним можем записывать разговоры и привязывать к конкретным фразам, если мы пишем стерео, например, левый и правый канал, менеджер и клиент, то мы знаем, кто какую фразу сказал. И привязываем это к непосредственному узлу разговора. При большом количестве разговоров мы накапливаем данные и можем предугадывать ту кнопочку, которую нужно нажать оператором. Я ответил на вопрос, нет? То есть в привязке к контексту накапливается база данных ответов. Давай от техники перейдем к практике. Тема горячая, конкурентов у вас очень много. У меня нападен цветов и топ стартапов, которые пытались это сделать и умерли. Чем вы отличаетесь от своих конкурентов и знаете ли вы своих конкурентов? Вы имеете в виду непосредственную стептологию? И же с ними? Их много. Давайте, а с чем ваши отличия? Давайте. У нас намного более простой и удобный редактор. Это общие слова. Нам не лучше, а вот чем лучше. Хорошо, а здесь есть человек, который пользуется нашим решением. Случайно Алексей Иванович. Подскажи вам проще или нет? Проще. И у нас есть своя методика уникальной. Не только как правильно проектировать скрипты, но и аналитики. То есть такой аналитики, как у нас, у них нет и они вряд ли ее достигнут, потому что там концепция другая. То есть правильно я понимаю, что вы не видели своих конкурентов и слышите о них за очередь? Мы всех конкурентов внимательно обучили. Ну, конкуренты я пока слышу, достаточно такие общие суждения, ничего конкретного нет. Давайте. А мы сейчас просто поговорим. Доказательства я не смогу ждать уже 30 секунд. Отдельно пообщаемся с вами. Проект расскажи, какая у тебя связь с ним? Ну, у меня сугубо пользовательская и партнерская связь с этим проектом. Я разрабатываю гибридаж на этом конструкторе и получается с проектом, а не с тобой, Андрей. Так, что можно сказать? Интерфейс действительно проще. Да, вероятно, Андрей имеет смысл. Это проще оцифровать и конкретизировать, как не хватило коллеге этой обратной связи. Но как пользователь могу сказать, да, осваивается легче, быстрее, очень гибко. Мы, когда зимой, они вышли в январе. Мы разрабатывали большой-большой скрипт на этом проекте. Внесли кучу пожеланий для разработчиков по доработке этого конструктора. Они внести очень быстро. Что? Что мы продаем? Да все, что угодно. У меня компания... Да не ваша! По этому скрипту вы что продаете? По этому скрипту уже все, что угодно продавали. И коттеджные поселки в Турской области, и водогрейные котлы, и, дай бог памяти, что там, и паркет, и так далее. А правильно я понимаю все-таки, что это, человек звонит, ну я сейчас в тупую буду спрашиваю, да, человек звонит, задает вопрос, робот анализирует, робот ему отвечает. Робот отвечает? Да, здесь сфер применения их на самом деле три. Не, ну вот сейчас, подождите. Сейчас роботов нет, отвечают люди. В будущем, возможно, роботизированы обзоны телефона и спама исходящие звонки, в том числе холодных и входящий реакт. Я сейчас в проекте готовлю завтра в декабре, у меня там есть педикотная консультация, мне конкретно вот сейчас нужно, если вы мне поможете, я просто куплю вас эту технологию. Поэтому еще раз ответить сценарий. Человек звонит, задает вопрос. На другом решении мы вам сделаем. Не на этой подходе, но на другой. На этой сейчас не сделаем. Я прямо вот сейчас нужна, понимаете? Роботы или люди по скриптам? Роботы. Ключевой сценарий такой, еще раз. Человек звонит, задает вопрос. Например, как мне найти подрядчика в Улюбинске? Кому задают вопрос? Роботу или вашему сотруднику? Я вот его спрашиваю, кому? Он не знает, кто на той стороне. Он задает вопрос. Я понял. Что на той стороне? На той стороне сейчас люди. И у человека открывается экран, где, соответственно, система распознает по голосу эти ключевые слова, прогоняет, соответственно, по... Сейчас только скрипт. Сейчас оператор видит, что нужно сказать, и кнопочки заранее проектируются вами, либо проектировщикам скриптов. Как скрипт подбирается к вопросу, который неизвестен, какой будет? Сначала проектируются скрипты, прогоняются на людях, и в момент прогонки система учится. То есть у вас должен быть пул вопросов очевидных, то есть он уже должен быть создан. И скрипт работает только в основном. Никакого интеллектуальной системы нет? Есть система отслеживания, отклонения от скриптов. Но все равно зарабатывать скрипт должен человек сейчас. Я понимаю, то есть интеллектуальной системы нет? Пока нет, да. Надо напрашивать эти риги очень здоровыми, на каких-то нейронных следах. Есть еще вопросы, да? Или все? Спасибо. Спасибо. Пока вызываем на сцену второго участника. Слав, держи микрофон. Второй участник. Итак, теперь давайте голосовать левому рингу. Пожалуйста, бюро проекта. Поднимаем все карточки. За один ринг тоже. Давайте голосуем. Так, 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 так. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Отлично. И правая сторона ринга. Отлично, зафиксировали. Спасибо, ребята. Ну что? Лень. Хочу, Слав, подойди к Леониду. Расскажи, как тебе вообще здесь эти проекты и как тебе вообще выступление? Меня разрывает на тысячи маленьких роботов. Я хочу жить в будущем, в котором у нас есть все те прекрасные технологии, о которых наши сейчас номинанты мечтают. А потом приходит злая Вика и говорит, вот деньги, вот прямо готовы купить. А они разводят руками и говорят, упс. И ты понимаешь, что до этого будущего нужно еще заползти, добежать. И скорее всего туда добегут сначала Яндекс со своим Эвиаром. Ну и парочка с контором, в которых как бы это все уже на более что ли надежной платформе разработано. И ты такой думаешь, ну блин. Ты пришел помогать классному стартапу, который может быть следующим гуглом. А пока это проволочка и веревочки. Ты такой профессионал именно в дизайне, я знаю. Скажи, вот что важно, дизайн или ресурсность, как сказала Лена Привалова? Я вчера перед школьниками 15 лет на российском проекте Вик рассказывал про то, что дизайн это в том числе умение продавать воздух. Вот честно, вот как есть. Поэтому отчасти самое главное, это за этим не пощупать. А я уже дизайн сверху навернул. Вот у тебя там за стеной стоит машинка. Мне вчера школьники такую же машинку показали качеством, ну вот буквально на два уровня хуже. Функционал один и тот же. Я в вас миллион вложу. Пришлите, хоть бы кто прислал. Лена, Лена, вы в этом время не покажите, а кто наш новый инвестор? Не, не, я просто, понимаете, я как инвестиционный фонд. У меня нет задачи вкладываться в капитализацию бизнеса. Я готова купить. В какой валюте ты говоришь? Вот вопрос такой. Я не инвестор, я клиент как раз. То есть я готова купить готовые решения. Только инвесторов не ищут все. Типа вложите бабки, получится у нас бизнес или нет, это типа не важно. А когда я говорю, отдайте мне решение, я куплю, оказывается покупать нечего. Вот что интересно. Давай еще у Олега спросим. Олег, как тебе, кстати, последние выступления? Я видел, что ты как-то так поворачивался на них с пристальным вниманием. Нет, безусловно, последние выступления и все остальные интересные. Ну, последние выступления, это у нас прополцентры, оно ближе к реальности. Но, к сожалению, на мой взгляд, ребята слабо представляют себе конкуренцию. В целом, про проекты мне тоже интересно, про будущее. Очень хочется надеяться, что это будущее к нам придет быстрее. Но, к сожалению, пока про то, чтобы сделать и продать, никто не сказал. Кому продать, точно никто не понимает. И хотелось бы, чтобы ребята понимали, собственно, кто приедет. Спасибо. Ну, у нас просили чуть поднимут время, поэтому еще раз просто буду обладать. Расскажи, как тебе в этом положительном проекте, как ты там, кстати, голосуешь? Насколько ты сильно оцениваешь в плохую сторону? Нет, на самом деле, я всегда стараюсь в проекте видеть хорошее. И, на мой взгляд, сегодня вполне себе неплохая подборка проектов. В такой сложной сфере, как роботовая техника. Ну, это не сложная техника, то есть не сложный сегмент, на самом деле, да? Окей. Ну что ж, ребят, передаю слово Славе и... Ну что, давай. У нас практически все участники под подкойны к концу. И у нас шестая фара, т.е. шестая битва. Со стороны роботов у нас будет Харплоу Филипп с двигатель с роботом Селфи-бот. Абонисменты. Опа. И со стороны дронов у нас Егор Никирисп с Тики Слав. И шестой раунд. Абонисменты. Опа. 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 Добрый день. Меня зовут Кручев Георгий. Я являюсь основателем и руководителем проекта Индиоргий. Сегодня мы вам расскажем про будущее образовательной робототехники. Компанию создали мы полтора года назад за свои частные инвестиции. За это время попробовали и реализовали ряд разработок и прототипов. Пришли к выводу, что все наши разработки и прототипы пока не готовы для выхода на коммерческий рынок. То есть технология пока не готова, несовершенна и требует еще определенного времени. Таким образом мы пришли к выводу, что наша технология идеально подходит для образовательной сферы. И собственно то, что вы видите на видео, это наша разработка DIY SelfieBot. То есть это фактически управляемая подставка под телефон-планшет. Она сейчас стоит, Филипп продемонстрирует, как она работает. В принципе видео вы видите на экране. То есть это отличный инструментарий для того, чтобы обучить студентов, школьников практической робототехнике. На рынке сейчас, можно сказать, если не отсутствует, то явно наблюдается дефицит практических решений. То есть безусловно есть игровые решения, Mega, Vex, Darwin и много чего такого. Но нету готового практического робота, который вы бы могли собрав, использовать в повседневной жизни. Соответственно мы этого робота предлагаем на образовательном рынке. У нас уже начались пилотные продажи. Я ездил в Америку, презентовал разработку в MIT, в Carnegie Mellon. Сейчас мы уже запустили образовательную программу вместе с FGCU, флористскими университетами. Мы планируем до конца года продать около 50 данных наборов. Собственная задача данного набора – привлечь как можно большее количество студентов, школьников к разработке. То есть мы начали технологию как полностью открытую open source. Итак, что же такое селфи-бот? Селфи-бот – это мобильный управляемый робот, полностью напечатанный на 3D принтере, который легко собрать и который стоит всего 95 долларов электроника. И если вы хотите полностью напечатанный на 3D принтере – 195 долларов. Это одно из самых выгодных предложений в настоящий момент на рынке. Как я сказал, мы уже начали пилотные продажи. Мы презентовали наш проект на робобизнесе в Сан-Хосе, на моей кафе в Нью-Йорке. Я лично ездил, общался с примерно двумя десятками университетов. У нас около нескольких тысяч контактов с американскими университетами, которые полностью готовы покупать и адаптировать нашу технологию в свои образовательные программы. Вместе с селфи-ботом мы предлагаем университетам другого робота, на которого один из участников обратил внимание. Это робот на колесах. Собственно, этот робот – единственный робот в мире, которым можно управлять с помощью лица. То есть я, соответственно, поворачиваю рекламу и на турус, действительно. То есть не нужно занимать декабрячу, чтобы следовать за моим рекламом и поворачиваться. Теснология полностью открытая, open force. Сразу же начали из разработки. Закончили? Да. Спасибо. Зарей и Сергеем используются вечерный анекдот. Приходят на папиры, которые говорят, мы создали робота, который кричит «отлично, а зачем?» А зачем? Образовательный робот. Мы продаем робота в университете. Обучать студентов и школьников. Практической робототехники. Как? У вас прям… Да ни хрена непонятно, что вы тут рассказывали. Хорошо. Что хорошего-то? Что хорошего в том, что никто ничего не понял? Для чего это? В смысле, вы поняли, что это классно по сравнению с лего? Это образовательный робот. А что он делает? Он учит людей, школьников практической робототехники. Сейчас на рынке нет готовых образовательных наборов, которые бы обучали не игровым, а практическим роботам. То есть если вы хотите получить готовый робот, который вы сможете в дальнейшем практически использовать в своей жизни. Таких решений на рынке не готов. Как использовать? Я же сказал, в самом начале. Практический. Мы поняли, что практически. Это робот селеприсутствует, который поворачивается, вращается за вами во время видеозвонка. Ну вот, еще раз, это его конечная цель, то есть мы сейчас говорим о его образовательной ценности, о конечной ценности я расскажу студенты, школьники. Не, извини, Слав, просто не продали, ну не продали, серьезно. Смотрите, это на самом деле как в школе, то есть мы в блоке учили, мы все поняли, и они представляли, как все применяли. И да, мы прекрасно, я хочу сказать, классно, что есть какой-то род, который вы можете программировать и внести что-то в будущем, да. Но когда мы продаем людям, которые никогда не занимались робототехникой, а робототехника – это взять железку, взять программную часть, самостоятельно сделать так, чтобы оно что-то делало. Люди это не понимают. И для того, чтобы вам продать это со сцены людям, которые никогда, ну, может быть, когда-то имели, но забыли, вам нужно немножко подстраиваться. Когда вы хотя бы рассказали, что вот эта железка двигающаяся может что-то нам дать, ну, в данном случае двигаться – я сказал, это робот для образования. Я в несколько раз это подчеркнул. Мы не позиционируем как готовое коммерческое решение для решения конкретных задач. Мы позиционируем, в первую очередь, как образовательный набор. – Ну вот, допустим, Майндкор, да, он обучает людей писать программы и управлять роботом. А чего обучает ваша следилка за лицо? – Не понял. Еще раз последний. – Следилка за лицо. – Следилка за лицо. – За лицо. – Чему она обучает? – Она обучает рабочие с Ардуино, она обучает 3D-печать. – Вот, ну это хорошо. А где здесь Ардуино? Объясните, пожалуйста. – Ну, я не знаю, может быть, кубики деревянные тоже чему-то обучают. – Да, но это… – Я не очень… – Можете объяснить, чему конкретно, что конкретно научатся? – Научатся ребенок или, там, я не знаю, студент, который возьмёт… – Студент научится программировать… – Я понял. – Студент научится программировать под Android, он научится писать приложение под C, он научится заниматься 3D-печатью и 3D-моделированием. – Я не стал вам давать полностью чему. – А вот дайте, пожалуйста, наполните, потому что раньше не понятно, что вы делаете с вами. – Хорошо. – То есть, еще раз, это студент обучается 3D-печать, и студент обучается программированием на C, студент обучается программированием на Java, и студент обучается 3D-моделированием. – Все эти 5 комплексов являются составной частью робототехники. – Мне повезло, что… – Это у вас. – У вас есть девочка? – Мне повезло, я уже посмотрел это в интернете месяц назад, мне заинтересовала саморазработка, для меня как тренера очень очень удобно, когда не нужно иметь такого замечательного скелетона с камерой, а просто ставишь себе напротив, и ходишь спокойно, и рисуешь интересные графики для студентов, и сам остаешься в поле зрения. Так что сама по себе конструкция имеет смысл уже, а если на этом еще возможно обучить каким-то там 5-6 базовым ключевым навыкам hard skills робототехниках, это уже хорошо. Спасибо. – Я вопрос задам, то есть если я у вас что-то покупаю, или что покупаю? Конструктор? – У нас покупают набор, да. – Набор из чего? – Электронизм. – Там будет просто конструктор, не за схемой или что-то, я должен собрать сам или что? – Да, полностью самостоятельно собрать. – У вас инструкция какая-то от них будет? – Есть инструкция, и мы сейчас работаем над методическим пособием, которое мы также отправляем в университет. Я получаю инструкцию, я учусь, собираю робот, а потом его программирую. – Абсолютно ябленно. – Понятно. – Последний даже, последний. – Я хотела бы сказать, вы уж нас простите за такую мурную реакцию, но правда, мы очень искренне пытаемся разобраться в том, что вообще происходит на сцене. Поэтому, если вам нужна будет, мы поняли, что нужна будет помощь с точки зрения подачи информации, вы заходите, ну, правда, это просто юзкейсы определенные, и вот людям, которые не очень хотят собирать, но, например, будет полезна ваша разработка как таковая, почему нет, да? Просто чуть по-другому вам дать информацию, поэтому обращайтесь. Спасибо. – Спасибо большое, аплодирую. И наш второй участник. – Сколько у тебя было? – Три. – Готовы? – Спустили, да? – Да, спустили. – Поехали. – Всем привет, меня зовут Егор. У меня проект IT, не про роботов. Мы делаем B2B Marketplace – агрегатор для организаторов, продавцов билетов на мероприятия. Сегодня билетов рынок существенно меняется благодаря, на самом деле, нашей философии, которую мы продвигаем в последние два года. – Идет активная консолидация рынка России, достаточно много сделок за рубежом и ежегодный рост этого рынка. В данный момент за последние буквально несколько месяцев произошло несколько сделок. И это говорит о том, что рынок консолидируется и готовится к каким-то уже глобальным покупкам со стороны зарубежных игроков. – Так выглядел рынок билетов на мероприятия последние два года назад, когда мы запускали проект. Это, так скажем, прямые квотирования между распространителем билетов. Большая часть рынка работает как раз по устраившей схеме, но уже и это выглядит следующим образом. То есть организатор распределяет билеты среди продавцов билетов квотирования. То есть у каждого продавца разные билеты на мероприятия, и это усложняет продажу каждому дистрибьютору, усложняет вход на рынок новым дистрибьюторам. И это, в принципе, достаточно неэффективная модель, и что рынок уже тоже понял. можно следующее сейчас, чтобы ускорить. То есть, на самом деле, благодаря нашей концепции и тому, что мы вышли на рынок, сейчас уже появились тоже и подтвердили гипотезы и конкуренты, сейчас часть рынка переходит уже на распределение билетов в автоматическом режиме через подобные платформы, как наши. Это единая система бронирования, которая в автоматическом режиме дает доступ ко всей билетной массе, всем продавцам билетов. Это позволяет не ограничиваться в количестве дистрибьюторов и не резервировать под конкретного продавца конкретную плоту. То есть, кто первый продал билет, тот и заработал комиссию. Следующий. Этот тренд явно прослеживается и сейчас активный переход всего рынка на данную модель, что создает новые ниши для продавцов билетов и сейчас уже достаточно много стартапов. Следующий. Стоп. Прошло. Окей. Для тех, кто не понял. Так как это у нас дроны и облака, облачный сервис продажа билетов, ну как дроны в облаках. А я знаю, кого спросить. А что ты меня будешь спрашивать? Не, не, не. У нас есть инвестор, да? Потенциальный, ну не потенциальный, а действующий, да? Проведи обратно. Сказай вопрос про дроны. Это больше вопрос такой, что задал вопрос я организаторам, когда мне предложили. А может я не про дроны спрашиваю, про дурочку. А повтори то, что ты мне вчера в чате написал. Да, ну сейчас выручка ежемесячно превысила 1 миллион рублей. И ежемесячный рост от 15 до 30 процентов. Ежемесячный прирост выручки у нас. Оборот 62 миллиона был за октябрь. Людмила Кулакова, сэрпетит. Здравствуйте. Здравствуйте. И я сказала, что наша последняя компания, если бы вы желаете подробнее узнать, чем они на самом деле, можете задать этот вопрос и мне. Мы с Эйбором встретились здесь. Мы работали уже 3 года назад. Так что доброй традиции у них сюда ходить. Так что не спрашивайте, зачем они здесь. Если серьезно говорить, то мы довольны продвижением этой компании. Это вечерний проект. У них выросла оценка за 3 года 3,3 раза, что мы считаем вполне нормальным для проекта хранительства. Значит, мне сегодня не очень понравилось, как Эйбор выступал, честно говоря. Я это только говорю, микрофон. Я сам, да? Тем более. Фишка проекта в том, что они работают действительно в том сегменте, где очень быстро идет автоматизация, где нужно вот этих вот роботов людей заменять настоящими роботами. Так что я считаю, проект в каком-то смысле полезен. Спасибо. Можно вопрос задать? Сейчас. По очереди у нас Леонид. У меня был USPA среди краснейшей. Я подошел к билетной кассе RedCassa и попросил билетов на свинку Пепу с ребенком сходить на Новый год. И женщина сказала, слушайте, вы тут на морозе стоите, давайте вы со мной не будете через форточку общаться. Вы сходите в интернет, там все купите. Ну, то есть я верю в то, что это происходит. Это факт, это действительно тренд. И люди сами как бы себе убивают работу. Но я, честно говоря, так и не понял, где во всей этой прослойке между мной и группой депешмот, которую я уже купил себе билеты, а все остальные еще нет. Ну, они же не визуальный интерфейс, они внутри, да. Сейчас две основные вещи, которые мы решаем проблемой, это самостоятельная продажа организаторов на их сайте и распределение той же самой билетной массы среди всех дистрибьюторов. То есть сейчас, например, на 9 числа мы запускаем продажи Робби Уильямса. И вы даже не узнаете, что это прошло через нашу систему бронирования. У меня вопрос такой. А вы существуете только как облако? Есть какие-то коробочные варианты? Просто мне нужно автоматизировать продажи билетов на автоварзале? На вашем решении это возможно сделать? Ну, надо посмотреть. Я думаю, что какие-то нюансы есть, но может подойти. Но это только облачное решение, у нас коробочных решений нет. Если вас устроит облачное использование решения, то тогда да. Про техническую часть немножко. Я правильно понимаю, что особого какого-то интеллекта перераспределения билетов на основные статистики продаж нет? То есть это просто сервис бронирования, который отражается актуально, находящийся на продаже билетов? Ну, на данный момент это действительно так. И мы набираем статистику, чтобы можно было... Три вещи основные, которые есть сейчас в тренде по миру и по конференциям, которые видно в зарубежном. Это динамическое ценообразование, которое на основе статистики можно делать, и управлять ценой в зависимости от спроса. Это планы на следующий год. И, в принципе, сейчас уже над этим работа ведется. Но нам рабочего алгоритма нет. Плюс также и распределение максимально эффективной стоимости при запуске самого проекта. И это тоже достаточно важная история, потому что, как правило, маркетинговые ошибки неуспешного мероприятия – это неправильное ценообразование. У меня не вопрос, потому что все понятно, что у вас все хорошо, у вас растет капитализация. У меня сообщение для других стартапов, которые здесь находятся. С первого слайда было понятно, что появилась упаковка. Это прямо сразу было видно. Поэтому просто обратите внимание на эту презентацию. Понятно, что с ними работают явно менторы, понятно, что это все делают. Но, в принципе, проекты презентоваться с точки зрения презентации должны быть не выступления, а презентации. Ну что, у кого-нибудь последний вопрос есть или отпускаем? Все, спасибо, аплодисменты. Все, спасибо. Останьте. А, давай, давай. И первым участником оберегите. Участник! Первый участник, который выступал. Вот они. Даже скажу, как он называется. Три, два и шесть, и гол. Решкульта! Ай! Вернись! 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 Решкульта! Ладно, давайте все-таки, ну, что делать снова? Давайте. Долбит по залу дронов, который движется... Давайте, все-таки, все-таки, ребята, меня тут. Давайте все-таки голосуем, голосуем. У нас идет видео-запись, потом все попадут в кадр. Ю-ю-ю-ю. Отлично. И те, кто за дронов. Голосуем, голосуем, голосуем. Отлично. Спасибо. Спасибо большое. И давай еще поговорим немножко из зала. Я хотел бы поговорить с Дмитрием Смирновым, RoboCV. Как вам вообще проекты? По-разному. Да, я составитель компании RoboCV. Мы делаем беспилотные погрузчики для сходских комплексов. Перерешения на их основе. Есть только международные корпорации, сейчас ими пользуются. Вообще говоря, тут все проекты совсем в начальной стадии, поэтому стандартная история про... Сначала мы заберем технологию, потом что-нибудь будет. Ну, я думаю, подробнее на дискуссии поговорим. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. На начальной стадии. Мы-то уже... Йоу-йоу-йоу. Отлично. Я еще хотел поговорить с Александром Корчевским, который вичерный фонд IB2F. Подвините руку, где вы? А, вот. Ну, вы знаете, я как раз инвестор в компанию RoboCV. Ну, я на самом деле всегда проекты оцениваю следующим образом. Если я готов им деньги дать лично, тогда, ну, собственно, мы рассматриваем ее для фонда и, собственно, инвестируем потом. Вот сегодня, ну, где-то полпроекта было таких, которые я готов был подать деньги. Отлично. И еще, Слав, с позволения я хотел бы вам... Гуркин Евгений. Есть такой здесь? Вот, да. Бизнес... Гуркин... Что это такое? Да. Ставляю компанию Basewater, которая в свою очередь представляет некоторых крупных промышленных групп. И здесь сегодня проект интересный, явный, но в очень ранней стадии. Возможно, после венчурных и последних инвестиций мы посмотрим на них еще раз. Спасибо. Виктор, ну, расскажи. Как тебе проект? Ну, дело в том, что у меня постоянная ностальгия по временам 30-летней давности, где я видел настоящие промышленные и искусственные интеллекты роботы. Поэтому я, скажем так, погрузился в свою молодость. Мне очень жалко, что инновации сегодня, в том числе в Сколковске, недалеко ушли от 30-летней давности. Вот, мне очень радостно вот этот эмоциональный надрыв и подъем. Ребята хотят что-то сделать. Мне, конечно, очень интересно, когда они столкнутся с тем, что это было уже сделано 30 лет назад. Это очень тяжело. Очень тяжело столкнуться с тем, что сделано до тебя. Ты полностью уверен, что ты инноватор. Ну, наша страна всегда открывает сама себя спустя лет 50. Поэтому я очень рад, что я здесь оказался. Я вдохновляю всех на то, чтобы посмотреть вперед, а не назад. Потому что взад смотреть-то не надо. Всего доброго. Ну, как везде сегодня, взад смотреть не надо. Давайте спросим еще у Сергея Проткова, кстати. Привет. Потом подумаешь, как пирамиды делать. Я подошел позже, но что ты увидел как-то? Как тебе так? Ну, я увидел мало, поэтому могу сказать. Ну, вот пара проектов, которые я увидел, я, в общем, реально не понял, что делают ребята. Роботы, значит. Ну, это понятно, что они делают роботы, но зачем это нужно, и кому это нужно, и почему это нужно. Вот это оказалось сложнее. Ну, а более подробно вы поговорите на панельной дискуссии, которую, кстати говоря, ты будешь модерировать через буквально 10 минут. А мы, наверное, что, Слав, с тобой? Кстати, Слав, как тебе понравилось? Мне понравилось. Ты краток просто. Ты краток и красавчик. Ребят, ну что, переходим к следующему раунду, да? Это заключительный раунд, да? Почти. Они доехали роботы? Доехали они? Не знаю. Давай попробуем. Давай, попробуй вызвать. Давай, попробуй вызвать. Итак, попробуй вызвать. Вызываю, значит, левый угол ринга Рочист Всеволод. Есть такой? Робот. Робот. Робот для ремонта дорожных кем. Йоу-йоу. И второй твой оппонент, это робот Сдой Сулейман Мансур или Олег Искра. Олег Искра. Отлично. И включается музыка. Раунд номер семь. Молодец. Мы с ней будем дальше работать, да? Нет. Ну а что? Она выглядит модель. Может, она во вкус. Так что, сами Аспасный Базар ждет нас уже человек, который будет вносить нам рано. Отлично. Так. Презентацию. Включили. Я засекаю время. Три минуты. Здравствуйте. Меня зовут Рочист Всеволод. Я представляю проект разработки роботехнической платформы для интеллектуального ремонта дорожных работ. Далее. Наша команда состоит из студентов. Пока у нас нет каких-то высоких компетенций, однако мы все учимся и имеем высокий… Ни для кого не секрет, что в России достаточно высокий уровень ДТП. Это происходит из-за того, что у нас некачественные дороги и много больших ям. А большие ямы, они появляются из маленьких. На Западе уже давно используют методы ямочного ремонта, однако в России они не очень актуальны. Далее. Вот. И мы хотим… Мы подумали и решили, что неплохо бы сделать робота, который смог бы самостоятельно находить, анализировать и ремонтировать мелкие дорожные ямы 10 на 10 см. Важный фактор – проект находится на стане прототипа альфа-теста. То есть он очень на раннем этапе. Далее. Основные два рынка, которые мы нашли – это рынок дорожной инфраструктуры, который будет актуален всегда. И второй – это активно развивающийся рынок Smart City. Далее. Вот. Сейчас недавно, буквально пару дней назад, нашли достаточно интересный аналог наш – вот анди-бот. А также уже существует несколько разработок в плане автоматизации как раз ямочного ремонта, однако там все равно нужны люди. И также существует несколько схожих, однако не наших аналогов разработок. Далее. Вот. В качестве основного учительного центра используется Raspberry Pi 3. Управление периферией осуществляется с помощью ардуино. Сам программный код заключается из четырех постоянных этапов. На первом этапе робота перемещается по дороге и находит яма. Затем он наезжает на нее, очищает и сканирует, а после этого заделывает специальные эмульсы. После этого он убирает яму и уезжает в следующую яму. Далее. Капиталовложение. Так как робот находится на проектировании альфа-теста, мы не считали, сколько будет наш финальный прототип. Мы, честно говоря, не хотим это делать в самое ближайшее время, потому что это очень тяжело и мы точно не справимся. Однако для прототипа нам надо порядка 50 тысяч. На данный момент у нас есть концепция робота, также у нас его физическое воплощение. Оно вот там на стенде. Он стихолый, поэтому я его не принес. Далее у нас вся электроника, взятая в долг. И сейчас идет на старт программирования. Спасибо. И время, да, извините, я что-то просто увлекся, а он уже закончил. Так бывает, но вырежем это из видео. Есть вопросы, да? Все, это интересная разработка. Скажи, пожалуйста, что у вас по составу? Вы проводили какие-то исследования? Какие составы должны быть? Потому что дороги разные бывают, да? Ты понимаешь? Смотрите. Вот это очень частый вопрос. Мы покупли, плюс обратились к людям, которые работают в этой сфере. И еще обратились к человеку, который учат в ВУЗе, который учат работать в этой сфере. Вот. И они сказали, что такие технологии уже есть, но у нас просто нормальные есть аналоги, которые используются. И как бы придумав в велосипед, нет смысла. Это в основном щебень на водной основе. Ну, если простыми словами. То есть это все есть, придумывать не надо. Давайте еще вопрос. У кого-то есть в зале? Тимофей, ты увлечен, смотрим, я здесь. С левой стороны. Тепан Распорт вообще понял, о чем? Подожди секундочку. Давай, быстро. Ну, не совсем понял проект. Понял, что проблемы с дорогами есть. Я совсем понял, как это проект не решит. Так что мало что могу сказать. Мы планируем создать робота, который будет сканировать дорогу на наличие Я и ремонтировать ее. Да, вопрос-то есть. Как предполагается запускать этого робота? То есть какой-то человек выпускает Едь, он что-то заделывает, возвращается домой. Где все эти люди, которые хотят похитить этот робот, русский народ, он к этому склонен? Почему? В машине припаркованные не воруют. Так это вот такого размера должен быть робот? Конечно. Как бы делать маленького робота, там даже физически нужны различные компрессоры, бак, все это. Это минимум легковой автомобиль, это минимум. Меньше его физически не делать, потому что там нужно подогревать и много всяких технологических процессов. Просто не очень понятно было, как это будет. Можно немножко... Понятно, вы сделали некий прототип, который ездит по песочнице, грубо говоря, и дырки заделывает. Как настоящее-то, как вы будете делать? Что-нибудь дальше вы планируете с этим делать? Или это такой курсовой проект? Ну, это дело. Сейчас идет этап, когда мы его делаем и параллельно слушаем какие-то мысли. Далее нам нужно просто очень много встреч с людьми, которые работают в этой сфере и чтобы они нам подсказали, как это делать. Потому что мы можем сами там, не знаю, нарисовать 3D-модельку в инвентаре, написать, как она это будет. Но проще и более рентабельно именно с людьми, которые работают в этой сфере, совместить, чтобы они нам подсказали. Вот, это наша цель. Всеволод Владислав, я здесь. Я тут. Аккелератор стартон. Скажи, значит, вы из ЖКХ к саму-то мне говорили. Вообще, насколько это интересно, насколько это вообще впечатляет их? Ну, прям, ЖКХ служба меня, но вот именно с дорожным строительством я... С муниципальщиками, соответственно, со строителями. Ну вот, со строителем дорожной, ну, который дороги строят, я говорил. Ну, там, с одним-двумя человеком, мне сказали, что идея, в принципе, интересная. То есть, прям, полного такого погружения не было, но оно планируется. Могу, соответственно, помочь свести, пообщаться именно с дорожными людьми, с людьми, которые дороги строят. Спасибо. Вот, отлично, еще есть вопросы, представьте. Добрый день, с вами Владимир, Тамбовский государственный технический инвеститор. Я хотел спросить, есть какая-нибудь технология в этом роботе, который позволяет как-то адаптировать под погодные условия. То есть, обычно асфальт в хорошую погоду. А здесь, опять-таки... Это где? Это где? Обычно? В нашей стране есть места, где в хорошей погоде бывает редко, дороги нужны. Я из Сибири. А, нет. Смотри, там, вообще, у этого метода достаточно широкое применение, и он может, по-моему, даже в мокрую погоду, когда дождь. Но, как сказать, там будут ограничения именно не по роботу, а по методам. Они уже придуманы, они есть. Разрабатывают. Отлично. Спасибо тебе большое, аплодируем. И вызываю второй проект на бой. Не на жизнь, на смерть. Пожалуйста. Здесь три минуты. Презентацию подготовим? Да. Стартуем. Стартуем. Не включите презентацию. Поехали, три минуты. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я представляю платформу Раброзорик. Мы переосмысливаем голосовую проблему. Дальше. Интернет вещей уже здесь. Гартнер обещает, что к 2020 году в мире будет 20 миллиардов устройств, подключенных к интернету. Все эти устройства надо управлять. Сценарий, показанный справа, уже не кажется нам научной фантастикой. Сейчас мы управляем устройствами с помощью переключателей, пультов, кнопок, тундмеров, сенсоров и экранов. Голосовое управление стало существенно лучше и намного качественнее распознает слова. Когда мы говорим о голосовом управлении, люди обычно вспоминают Apple, Siri или Amazon Echo. Apple, Siri и Amazon Echo – это устройства для конечного пользователя. Мы же разрабатываем программно-аппаратное решение для компаний, которые хотят интегрировать голосовое управление в свое устройство. Например, производитель стиральных машин хочет, чтобы пользователи стиральной машины не нажимали кнопки, а говорили им голосом, что и нет. Какие возможности на данный момент есть? Есть решения от больших компаний как NUANCE или более известные на российском рынке центры речевых технологий. Но они основаны только на программном обеспечении без поддержки железа. При этом определенные части распознавания, например, фильтрация шумов или идентификация голоса в условиях, когда говорит несколько человек, невозможно без поддержки со стороны аппаратного обеспечения. Какими по управлямой сталкиваются разработчики устройств, когда пытаются внедрить голосовое управление? Они хорошо умеют разрабатывать те устройства, которые они разрабатывают, например, стиральные машины или вентиляторы. Но у них абсолютно нет опыта в том, как интегрировать голосовое управление. При этом голосовое управление это не только распознавание, это целый спектр технологий, которые нужно освоить и решить. Это занимает время, труд высококолюционных специалистов, которых нужно искать, обучать, оплачивать и поддержку. Преимущество нашей платформы – она обучается новым командам на основе взаимодействия с пользователем, работающим на обстановке, способна распознавать команды на расстоянии до 10 метров и может работать на устройствах и облаках. Рынок системы распознавания речи в следующем году будет 130 миллиарда и показывает 10% рост в год. По нашим скромным оценкам, потенциал, который наша платформа может освоить на протяжении 2-3 лет – это порядка 500 миллионов. Цифры у нас простые. Мы предполагаем саблицензировать технологии на использование на устройство – 1-2 доллара за устройство. Либо облачное решение – 2 доллара за 1000 запросов – это порядка часа речи. Это демонстрация концепции. Слева самый первый прототип – это умные часы с голосовым управлением и голосовой компьютер, который может запускать и управлять приложением голосом. Справа последняя версия – это прототипа, который работает на базе нашей платформы. Команда ваша – это я. И время. Команда – это я. И все. Дальше не важно. Давайте вопросы, 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 вопросы. Все все поняли разве? Вот, есть вопросы. Подскажи, пожалуйста, сейчас вы видите, то есть у нас встроено решение «От». Кого вы видите в ближайшем ваших сегментах, кого вы убежите? Это производители каких-то бытовых устройств? Расскажи, кто будет потребителем. Мы хотели получать не самое популярное устройство интернета вещей на данный момент – это Bluetooth спикеры. Поэтому мы сейчас пытаемся выйти на производительные бреду спикеров. Сейчас есть Amazon Echo, который умеет управляться голосовой командой. И много других производителей, с которыми, так или иначе, Amazon пытается наладить подкрас. Но есть и другие, более мелкие производители, которые тоже хотели бы иметь эти технологии. Прома, у меня вопрос. Да, да, да. Да, да. Ну вот, а чем вы… Какое время вы можете у вас проинтересовать? Потому что понятно, что Echo… Amazon сегодня действительно налаживает контакт со всеми производителями. То есть если делают, допустим, мелоджистеральную машину или холодильник, у них будет интерфейс Echo, где они по тому же Bluetooth или Wi-Fi будут соединяться с Echo, и все могут делать. Да, получается, Amazon сейчас продает свою платформу Alexa. Alexa – это облачное решение, которое умеет распознавать команды и отвечать. Но он не продает технологию. Они называют ее Farfield Voice Recognition. Это способность распознавать голосовую команду с какого-то расстояния. Они эту часть продают только в составе своего устройства и пытаются таким образом привязать к экосистеме. Конечно, через 3-4 года они могут перейти на продажу непосредственно к технологии. Но за эти 3-4 года на рынок… Сейчас, секундочку. Просто человек купил это устройство Echo, поставил у себя ему дома. Дальше все устройства, у которых есть интерфейс к Echo, будут с ним работать. Да, но он не хочет заставлять пользоваться и покупать Echo в том числе. Так, у нас хочет Эдуару сказать пару слов. Не хочешь сказать, да, по проекту «Чего» и Кирилл тоже не хочет ее сказать. Ну, как цитата, вот молодец. Так, закончили мы на слайде про команду. Расскажите про компетенции команды в технологиях ваших. У нас более 10 лет работы разработки в области машинного обучения, системы фильтрации звука. У нас есть в команде ребята, которые плотно занимаются дисперешениями. В общем, команда красавчиков, все хорошо. Итак, вызываем на сцену первый проект, который выступал. Приготовьте карточки свои и за первый проект голосуем, пожалуйста. Поднимаемся, давайте, давайте, активнее, активнее. Последние почти проекты уже остались. Отлично, фиксируем. И второй проект. Голосуем, 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 не стесняемся. Вы решаете судьбу человека, можно сказать. Спасибо большое вам огромное. И вам спасибо за выступление. Ждите ваших призов. Кстати, не расслабитесь, потому что будет понравилась дискуссия, а потом будет вручение главного приза. Это дом на Рублевке с бассейном и баней. Так, что бы я еще хотел спросить? Я хотел поговорить и вот еще одного человека. Я пока займу. Здесь просто... Давай. Она так мило зевала, что я хотел узнать... Давай, Лена. Мне интересно все еще. То, что вы представили, это... То, что я прочитала, это значит, что мне уже интересно. Я вообще почти никуда не нахожу. Да, отлично. Давай подойдем. Поднимите руку только Андрея Чиликова. Есть такой? Отметился, но его нет. Призыв? Это Раба. А, вот здесь написано Минус почему-то. А я его включаю. Отлично. И Дмитрий Явенковский. Вот. Давайте подойдем к нему. Это Fly.ru. Экспорт. Кредит. Джинби в Германии. Расскажи сам, чем ты занимаешься и как тебе проект вообще? И как влюбление? Я вообще занимаюсь больше проектами в сфере авиации. Ну и ПТВ-решениями. У всех проектов мне больше всего понравилась заполненная реальность, которая для спортсменов. Там есть очень много интересных людей, которые показывают спортсменов. Просто не вижу этого участника. В принципе, некоторые проекты мне действительно понравились, но очень многие, ну просто, фактически идеи просто настолько широкие, что непонятно бизнеса там не видно. То есть, понятные идеи, идеи хорошие. Ну, дайте им компетенции. Пусть будет бизнес. Он невозможно. Он невозможно. Отлично, спасибо большое. Кстати, Денис Саймакс. Скажи, как тебе проект? Можешь что-нибудь взять с тебя под краудом есть другая платформа? Отметил кого-то? Нет? Ну, в целом, так можно. Я уже пошел в районе стадия проектов на сегодняшний день. В основном, это только действующий бизнес сегодня на платформе. Поэтому сейчас пока вряд ли. Ну, зато честно. А как скажешь, что скажешь? Ну, кстати, как Тимофей? Возьмешь кого-нибудь с тебя? На воспитании? Уборный микрофон туда? Ну, если говорить акселератор, то это не наш кофе, как акселератор. Если говорить про открытую инновацию, то какие проекты были бы интересны для привлечения различных мероприятий? Отлично. А есть еще, да, у нас еще акселератор стартон. Вот я сейчас запомню, да, стартон, акселератор. Стартон, да? Стартон. 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 На самом деле это наш профиль, мы смотрим робототехнические проекты и даже готовы вкладываться. Так забирай их себе, давай, давай. Приходите, мы будем общаться, сертификат сегодня не принес с собой в следующий раз. Приходите, мы со всеми пообщаемся. Куда приходите? Ну, сейчас можем пообщаться. Скажи, приходите после этого, в кулуарах, я вам скажу, куда прийти. Но до сессии экспертов. Отлично. Ну, вас-то не заинтересовало, я так понял, судя по вашим вопросам в зале. Сегодня вы неактивные. Но это хорошо. Где-то бывает срабатывает, где-то нет. Я принес на уставе и прикрою в следующий. Да, ты мне нужен. И последний баралон. У нас осталась последняя битва. Но в каждой последней битве есть проблема, что не хватает оппозиции некой. Дэн будет как внешним угрозой для этого проекта. Ты просто стоишь, чтобы ему страшно было. Слушай, я могу даже выступить, придумать какой-то проект. Давай мы с тобой команду сейчас организуем и придумаем проект. Что, может, по роботам? Давай придумаем роботу на основе нейронных сетей, сменения блокчейна. У меня после моего жидкости осталась одна идейка с роботами. Нет, Слав, это не применяем, брат. У нас цивилизованное общество. Все такие правильные. Ладно, давай, дайте слово. И называть следующий раунд. У нас остался последний участник. Это Тинкеев Дмитрий. Дректор Э.Он. 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 Приветствую. На первый раунд. Давайте объявим все таким удочку. И восьмой раунд. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я студент в Томского университета системы управления радиоэлектроники. Я хочу вам представить электронный образовательный набор по названию School Unification Board. Наш робот, малобюджетный мобильный робот, собран из таких доступных материалов, как борт-стекло, пластик и доступные электронные компоненты, которые у нас собирают этого робота. Управляющими устройствами нашего робота являются такие платы, как Arduino Uno и Genuino 101. В принципе, разработано пособие подборки этого робота, чтобы дети могли самостоятельно собрать этого робота. Собрана примерно таблица аналогов, которые наш робот составляет конкурентность. Ну, в принципе, по всем параметрам наш робот старается как бы идти вперед. Рынок из нашего проекта – это общеобразовательные учреждения, кружки робототехники и, в общем, индивидуальные закупки – это родители, которые хотят развить в ребенке технические какие-то навыки. В общем, развитием наш проекта, мы хотим создать коммерческую версию, чтобы дети смогли спокойно продать его. Хотим написать пособие, хотим написать приложение на телефон, чтобы можно было управлять помощью вещей его. Аплодисменты и… Ух! Вопросы? Ну, вот так. Хорошо, как я сейчас беру. А вы с Триком себя сравнивали? Триком? 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 Нет. Посмотрите, пожалуйста. У них гораздо больше степени готовности, они уже продают, но это похоже. Так, нашли конкуренту, случайно? Да, всем добрый день. Вопрос очень простой. Сколько сейчас стоит, если первая продажа и сколько продажа? Сколько он стоит, он стоит 3 тысячи. Это продается методическое пособие, как его собрать, продается… А стадичка вместе не идет? Идет вместе со всем, да. Идет сам робот. Робот идет для того, чтобы преподаватель или человек, который его купил, понимал, что он с него может собрать. И в общем методичке описаны все электронные компоненты там используются, а какие компоненты можно еще использовать. Так, а сколько продаж? Продаж пока немного. Две? Три? Две. А у вас на сайте есть много-то купить? Нет. Ну вот смотрите, первый, мне кажется, шаг просто хотя бы через сайт попробовать продавать. Ну, мы пока работаем маленькими группами, но все равно. Еще вопросы, коллеги? У нас роботов за 3 тысячи долларов, да? Нет. А, вы были. Хорошо. Спасибо. Вы, конечно, находитесь в конкурентной среде и вы тоже работаете на DIY рынке. Чем вы лучше софтибона? Ну, помимо того, что он у нас стоит… Сложно так сказать. Ну, потому что у нас ребенок может, допустим, собрать его, дополнять его какими-то электронными компонентами, которые могут использоваться с Arduino. Программировать их, ну, в общем. Ну, иди, абсолютно. Ну, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Ну, да. Микрофор, пожалуйста. Так, у нас один, на самом деле, вопрос, кому это, зачем это покупать. Ну, помимо того, что если я люблю что-то собирать, предположим. Это покупать, потому что уже есть такие роботы, допустим, ну, в школу, в школу продаются такие, как это. Они сделаны для того, чтобы ребенок собрал, ну, и запрограммировали. А наш, он может его развить в своем, дополнять его какими-то своими электронными компонентами, научиться программировать. Эти компоненты есть у вас? Вы их предлагаете? Ну, в принципе, да. Тут либо да, либо нет, не бывает в принципе. Да. Какие возможности? Просто непонятно. Хорошо, что вы нам рассказываете, особенно посвященному уголку тех, кто не собирает обычно роботов дома. На каких платах вы это все делаете, это все прекрасно, но это не в первую очередь. Расскажите, как я могу это использовать. Может быть, это хороший подарок для моей подруги, там, для ее сына, условно говоря. Ну, то есть, скажите, куда это? Ну, чтобы ребенок научился программировать. А, ну, чтобы ребенок научился программировать. То есть, его технические способности у себя. Хорошо. Хорошо. Ваш конструктор позволяет создавать только одного робота, как я правильно понял? То есть, вот, собирается только вот эта машинка и все, ребенок все. На этом все закончилось. Мы над этим работаем. Хорошо. Следующий вопрос. Для какого возраста вы предполагаете? Примерно 10 лет. То есть, вы считаете, что 10 лет ребенок, возможно, может программировать Ардуино сознательно, да, я так понимаю? Да, ну, потому что, предварительно, в школах уже введено программирование на лекарь роботов. И после этого уже можно пробовать и на Ардуино. Ну, лекарь и Ардуино немножко разные вещи. Да, ну, я согласен. Я понял, спасибо. Все слабо. Все слабо. Коллеги, спасибо. Поаплодируем нашему медицину. И, подожди, не уходи, Дэн, стань как оппонент. Да, сам как оппонент. Именно в этот момент и нужен. Давайте, ребята, зеленые, красные карточки. Помните, да? Поднимаем. Поднимаем. Все-все поднимают. Даша, мне снимаем. Эй, карточку давай. Эй, карточку давай. Ну, куда? Ну, подними руку. Отлично. Да, вот так вот. Все, спасибо. Спасибо тебе большое. Пойдусь за Дениса. Давайте. Красные зеленые карточки. Всё, спасибо тебе большое. Иноинтереснейшее. Это про инвестиций человек, который, если я не ошибаюсь, Нью-Йорк уже приехал, в фонд приехал туда. Еще не приехал, да? Как раз вы сейчас узнаете все эти новости. Последняя idill машина сергеっぱов будет висит дискуссий. Буквально минут через 5-10. Сейчас я хотел бы вам сообщить следующее. Значит, а те проекты которые здесь выступали. После дискуссионной панели вы оставайтесь здесь и узнаете, кто победил по оценкам жюри Жюри, вы сдаете свои листочки нашим волонтерам А я вам сейчас объявлю, сразу же здесь, кто получил приз зрительских симпатий Относите на голосование, братан, Зеленый Карпчик Бум-бум-бум-бум-бум И выиграл приз подводный робот Одиссей Илья Булоев Аплодисменты Красавчик, молодец Скажи по-русски Спасибо вам большое, что проголосовали Надеюсь, скоро поплывем мировой океан Ребята, у меня к вам еще очень большая просьба Эта история мне очень важна для нашего проекта венчурной платформы Базар Выйдите на сцену, давайте все сфотографируемся, один кадр сделаем, пожалуйста, очень прошу всех Все друзья, приходите, я буду вас приглашать на лучшие мероприятия, на Новый год, на вечеринки Всех, да, все выходим, просто сфотографируемся одну фотографию Вика сказала, обычно она делает это за деньги, как так? Слава, мы спускаемся вниз, тоже Я тоже хочу Давайте здесь, да Вы все, поднимайте тоже, Инна, давайте, ну что вы сидите Приходите все Это память, ребят Давайте вот волонтерам, поднимайте Поднимайте, поднимайте на сцену, если кто-то, я могу лечь прямо на пух Если что, места не хватает На, да Поднимайся просто Поднимай руки вверх Ю-ху! Да, да! Девушка мешает, соня. Сейчас туда идет. Так. И мы счастливы. Да, ребят, спасибо большое. Отлично. Я вас всем люблю, обожаю и целую. Будем ждать вас на следующих наших мероприятиях. А пока, через буквально пять минут, да, сборы на этом же месте. Не уходите, будет очень интересно. Сергей Прокоп, приучаю вам микрофон. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА